Так, все, вроде решил проблему. Итак, всем привет! Алгорн запросил возможность голосом объяснить, как мы неправы, поддерживая бендеровских украинцев. Еще Белоруссии должны отомстить за хатынь. В общем, давайте сначала предоставим ему слово, потом уже я отвечу на это. Ну и кто хочет еще тоже высказаться, просто запрашивайте возможность. Вот тут есть внизу запросы, я так понимаю, и тогда и вам дадим слово. Так, Алгорн, приглашаю выступить. Давай, ждем, я вроде тебе кинул приглашение. Алгорн? Че-то чувак стесняется, походу. Какой АФК, он вон минуту назад писал что-то. Приглашение отправлено, написано, Алгорн. Ну так, может, у тебя на кнопку стоит или что? Разберись, давай, сейчас я попробую, там вот пиано-мастер еще кинул. Посмотрим, у него пройдет или нет. Ну давай. Алло, алло. Ну вот, пиано-мастер нормально говорит. В общем, для того, чтобы его принять, там сверху высвечивается такая полосочка узенькая, и там accept или decline выбираешь, типа, и все. Во-первых, я хотел бы задать вопрос, что подразумевается под словом Бандеры, потому что, ну, то, что я слышал... Нет, подожди, пускай он сейчас скажет свое видение, мы послушаем. И тогда уже будем... Именно выясните, именно терминологию простоя. Да, выясним, выясним. Сейчас он нам все расскажет, сейчас про Хатынь белорусам расскажет, украинцам про бандеровцев расскажет, очень интересно. Давай, отключайся пока. Алгорн еще раз кинул. Алгорн еще раз кинул. Че-то не получается у чувака. Да я ВП, он поднимает, я ему на это отвечаю, что, типа, приглашаю в сообщение. Так, ну, привет. Приглашение, вот, привет тоже спокойно заходит. Ну. Все работает. Алгорн, давай как-то шустрее, а то, блин, ты всех взбудоражил, а сам такое ощущение, что просто заднюю даешь. О, прошло наконец-то. Ну все. Я прошу прощения, технические неполадки, непонятно какой причине. Окей, давай, мы тебя слушаем, давай, начинай. Первый на первый, я прошу прощения, но события последних дней, вообще творящиеся на территории постсоветского территории, вообще, как бы, там, его, всех оставляет неравнодушными. Начнем с этого. Я ни в коем образом не пытаюсь пойти на конфронтацию ни с кем, ни с белорусом, ни с жителем Украины, ни с российскими какими-то людьми, еще остальное. Здесь я пришел, потому что мне нравится играть в игры, которые анонсирует Алексей. Мне очень нравится находиться на этом комьюнити и все остальное. Но, уважаемые господа, я, скажем так, хочу выразить свою точку зрения, основанную на личном опыте, подчеркнутую, как говорится, из первых уст лиц, которые действительно располагают, а в этом у меня нету никаких оснований не доверять, скажем так, информацией, опытом и другими, скажем, свидетельствами, которыми они наличны. Я приведу, не буду приводить, скажем так, общеизвестную историю о создании украинской повстанческой армии, не создании, скажем так, движения за Вильнюю Краину, которое было организовано Бондерой еще до того, как Западная Украина была присоединена к Советскому Союзу. Она была вообще основана на территории Польши, и тогда Львов находился на территории Польши, и поэтому основную свою первичную деятельность Степан Бондера, точнее, он не возглавлял, а, скажем, основывал на территории Польши. Основное направление было именно против Польши. Это раз. Второе. События Великой Отечественной войны, а я здесь буду разговаривать про события Великой Отечественной войны, я не хочу, как бы, затрагивать нынешнюю ситуацию, потому что у каждого будет своя правда, и тем более, тем более, это неблагодарное занятие доказывать, с одной стороны окопа, с другой стороны окопа, что, ребята, вы вообще козлы и не правы, нахрена вы на нас стреляете? Это будет в пользу бедных. Поэтому я еще раз вас не вам говорю, я не пытаюсь принизить кого-либо, я не пытаюсь нахрена спорить любое мнение, которое будет приведено в контраргументации, или в поддержку, или как-то в любое, но я хочу еще раз выразить свое уважение ко всем находящимся здесь, и тем более моим контроппонентам. Да, это приятно, если бы ты еще раз дебилами не называл перед этим, ну ладно. Прошу прощения. Я еще уточную, что если я понимаю, я еще хочу добавить, чтобы люди понимали, что я, например, где-то 44 года примерно, да? Да, мне 44 года, я стал еще, скажем так, живыми, в активном здравии, и был в том еще возрасте, когда я уже воспринимал нормально всю информацию, и мои бабушка с дедушкой дожили до тех преклонных лет, когда и я уже мог нормально оценивать информацию, получаемую от них, и они еще были как бы состоялись... Ну ладно, мы это все поняли, давай ближе, да. Короче, я могу привести фамилии, имена своих родственников, чтобы не быть голословным, если вам так будет удобно, потому что я хочу привести контраргументы, хочу привести контр... Если это нужно будет, контраргументы основаны на видении моих родственников, которые были свидетелями Великой Отечественной войны. Я не буду приводить слова моих родственников, которые живут в Красном Луче на территории... Нет, давай, просто види, видение Второй мировой войны, не надо, не надо фамилию, подавай по умолчанию, мы тебе верим, давай. Хорошо. Мой дедушка прошел войну с 42-го года и закончил ее в Германии. Моя бабушка тоже с 42-го года и была прикомандирована для... не в полк, а в Рутообеспечение связи при комендатуре во Львове. Во Львове. Вот, поэтому свидетельства, которые были приведены, бабушка очень практически, она только на последних годах, когда уже был взрослым, достаточно, она вот рассказала только две истории и больше она бы не стала рассказать. Вот. На территории Западной Украины на протяжении определенного периода, начиная с 44-го года и дальнейшей, там, по 58-й официальной, но я не знаю, как это дальше, действовали, скажем так, военизированные группы лиц, которые причисляли себя к украинской подстанческой армии. Я не буду сейчас давать характеристики этим лицам, не буду, как бы, свое видение превосходить. Я просто приведу аргументы и факты, которые мне были переданы моим родственникам, моей бабушке, которая была в Рутообеспечении связи при комендатуре во Львове в 45-м году, начиная с апреля по август 45-го года. Так вот, были специальные, скажем, смены, когда необходимо было сидеть на рации, и так как вот в определенных хуторах, более-менее крупных, наличие должна была быть связь, это была подконтрольная, ну, территория, не было бы обходить, точнее, ее нужно было как-то контролировать, ее нужно было, ну, неважно, короче говоря, нужно было вести контроль. Для этого в определенные хутора, удаленные и так далее, крупные и некрупные, были предоставлены в сельсоветах радиостанции, которые специально были обеспечивающими точками на момент нештатных ситуаций. Я не буду говорить каких, любых нештатных ситуаций. Так вот, только при сменах моей бабушки было зафиксировано 48 вызовов, срочных вызовов на место в этих хуторах. Из них 15, из них 15 заканчиваются следующим образом. Приезжала тревожная группа, хутора были спалены. Дети также женщины и старики, а мужчин не было, потому что это военное, послевоенное время мужчин было мало. То есть, в основном мужчины были приезжими для поднятия. То есть, один, два, три, четыре. Так вот, на этих хуторах, где, скажем, просто при поддержке советской власти, окей, но другой власти там не было. Либо так, либо никак. Это послевоенное, всем тяжело. При налаживании жизни были несколько лиц. Так вот, когда приезжали тревожные группы, на место хуторов не было ничего. А были, были. скажем, все сожжено. А в одних нескольких хуторах население было либо расстреляно, либо повешено, либо сожжено, включая детей. Я не хочу сейчас приводить какие-то свои, скажем так, эмоциональные порывы, позывы, все остальное по этому поводу. Но я, то я такой буду, если я не буду доверять своей бабушке, которая все-таки изняющего заражения такое нехорошее слово, соподобилась мне на вот на излете своих дней рассказать это, и она больше об этом никогда не рассказывала. Ну, хорошо, это, ну... Так вот, и вот, скажем так, нападение, нападение групп причастных к украинской повстанческой армии. Кто в них были? Когда они были? Это были доказанные факты. Почему? Потому что были, были приколочены всякие надписи, вырезаны на телах, все остальное, это вам, коммуняки, тататататататка. Так вот, я не причисляю сейчас себя к активным партийцам, там, за коммунизм, за, там, тля-ля-ля-ля, все это, все это в топку. Ребят, вот просто в топку. Для меня нормально общаться с любым из вас за благом. Но, господа, кто не помнит свою историю, не имеет права на будущее. Это не я сказал Я не буду приводить философа Который эту фигню сказал Историк и все остальное А почему ты по умолчанию считаешь Что мы не помним свою историю? Ну потому что меня на канале Практически обвинили в том Что я гоню пургу за великую отечественную Я привел, вот можешь почитать, Леша Нет, ты Ты закончил Нет, я не закончил Это был первый аргумент Второй аргумент На основании мне довелось Господа, я ответственно заявляю Ответственно заявляю Как Алексей Юрьевич Кондратенко Я работал В архивах Я работал в архивах По долгу, ну не службы, а по долгу работы Вот Мне доводилось Доводилось работать С документами Связанные с великой отечественной войной Мы, ну поисковики Грубо говоря, ребят, я копаю Этих самых Солдатиков Которых вот Накрыло И вот И на территории, Леша, Белоруссии Тоже мы копали Тоже помогали Копать вот этих вот Потеряшек Как их называют Не знаю Не любим их называть Жертвы войны Потеряшки Потому что они до сих пор потеряны На территории Белоруссии было сожжено больше 150 сел Шуцманшафт батальоны Преимущественно Преимущественно Созданы из этнического населения Западной Украины Из кого хрен его знает Там были и поляки Там были и немцы Там были и этнические украинцы Даже белорусы там были Шуцманшафт батальоны Которые занимались зачисткой сел Ответственных Как они считали За поддержку Кого? Движения партизан На территории Белоруссии Украины Западной Украины И так далее То есть Любое Клазо К любые Как бы Действия Местного населения В поддержку Скажем так Как это считалось Бандитов Каралось Несчадно Пример тому Извините Я очень не хочу Это говорить Вот эту вот избитую фразу Помни про хатынь Но это так Это один из ярких примеров Лех Если я не прав Вот честно Извинюсь перед всем Лично Каждой Включу камеру И скажем Извините Но мне 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 Ребят Мне стыдно Когда вы Возносите в героя Тех Кто на своих плечах На своих Ласканах Носят Волчьи крюки Ребят Вы очнитесь Ребят Я не про ВСУ Говорю сейчас Это солдаты Они выполняют приказы Они тоже За свою родину стоят У них тоже Своя правда Но ребят Когда вы Натягиваете на себя СС Или Стоп 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 Я хочу Я хочу Так Общение Общение Те же Те же Те те Таааа Где он Товарищ Где этот товарищ Ага Кагыр Ответ Ответ Я показал Со своей стороны Я понял Небольших Аргументов Ну тебя Услышали Мы тебе Дали слово Правильно Стоп 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 Я хочу Закончить Основанных На личном Опыте Абсолютно Не давая Привязку К нынешним Событиям Волчий Крюк На Лацканах Раз Соженные Села На территории Западной Украины И Белоруссии После Войны Уже практически Апрель Август И далее Два Подрывная Диверсионная Деятельность Три Не вопрос Ну в герои Пожалуйста Эти лица Не надо Возводить Я же не буду Бегать на всем Поворотом Говорит Кибачич был Охренительный парень Как клево Он замочил Александра Второго Ух молодца Народовольцы Тоже Как бы Это история Нашей страны Но это тоже Знаешь Это такой Очень спорный Момент Террорист Да По сути Своей террорист Народоволец Да Я это осознаю Потому что Я историю изучал Исучал историю И он полторы сотни лет назад Это делал Но когда Извините Еще не все Последние ветераны Ушли От той войны И вот так На себя на тени На это самое Натягивать Такие вещи Я не буду говорить Побойтесь Бога Это на каждой На совесть На каждом Но Глумиться над историей В таком ключе Увольте Я сказал все Отключайся Где? Не знаю Как-то выйти отсюда Так Значит Смотрите Алгарн Оперировал К историческим фактам Второй мировой войны Я подтвержу Его слова Ну я думаю Про Хатынь Про Хатынь Все слышали Карательные отряды Были убиты Где-то немцы В каком-то Месте И карательным отрядом В качестве мести За убийство Вот этих военнослужащих Было Решено Спалить Хатынь Действительно В Участвовали И немцы И полицаи И все полицаи Абсолютно Были Украинцами Потому что В Беларуси Не нашлось Желающих В этом Поучаствовать Это действительно Так Но Рассказывать о том Что мы Не знаем историю В Беларуси Я не знаю Как сейчас Я думаю Сейчас тоже Школьников возят Меня так точно Несколько раз возили Когда я в школе Был в Хатынь И сами мы там Бывали Очень Зрелище Хатынь Это не единственная деревня По-моему Мальва еще есть Если мне не изменяет память Несколько Вот Именно деревень Которые Созданы Монументами Вот Но Если мы говорим Про Хатынь То действительно Вот эти Полицаи Которые Участвовали В сожжении Они были Украинцами Все Они Потом Были Найдены Осуждены Расстреляны И Получили Своё Наказание В Беларуси Несмотря То есть Все знают Историю Хатыни Но Несмотря на это К украинцам К нынешним Украинцам Никакой Ненависти Нету Из-за того Что там Что-то произошло В Хатыни Зато В Беларуси Помнят 1937 год Когда была Уничтожена Белорусская Практически Вся Белорусская Интеллигенция Валерий Моряков Михась Чарот Олесь Дудар Михась Зарецкий Анатоль Вольный И так далее Так называемая Хрустальная Ночь Белорусской Литературы В ночь 29 На 30 Октября В Минской Тюрьме НКВД Было Расстреляно 103 Представителя Белорусской Интеллигенции Хочется Сказать Что приказ Поступил Из Штаба Бендеровцев Но Нет Он поступил Из Москвы Был подписан Сталином И Молотовым Должны ли мы Сейчас Ненавидеть Русских За это Есть Еще одна Деревня Созвучная С Хатынью Называется Катынь Где НКВД Было Расстреляно Огромное Число Польских Офицеров Но это Специально Пишут Польских Офицеров Чтобы Не Не Возникала Ненависть Потому что В тот момент Когда СССР Напал На Польшу С другой Стороны Западная Польша Западная Белоруссия Украина Были В составе Польши И Среди Этих Польских Офицеров Есть Много Белорусских Фамилий И Украинских Фамилий Это Тоже Сделали Русские Я Не Оправдываю Действия Белорусских Украинских Националистов Которые Там И Белорусское Население Резали И Польское Резали Но Очень Много Претензий Может быть И К России И Мой Поинт Во всем Этом Вообще То есть Это Надо Помнить Несомненно Но Пора Прощать И Пора Вместе Жить Нормально Недавно Тут По-моему Матвиенко Сказала Что Плохого Россия Сделала Украине Я думаю Многие Из Россиян Понимают Что Плохого Сделала Россия Украине А вот Украина Что Плохого Россия Сделала Ничего Точно Так же Как и Беларусь Ничего Не Сделала Плохого Однако Россия Только Благодаря России Один Усатый Чувак Остался У Власти И Насилует Свой Народ Убивает Калечит И Много Людей Поубегало Оттуда Только Благодаря Российской Власти Украинцы Живут В ожидании Войны Каждый День И Как Почему Мы Должны Вспоминать То Что Происходило Во вторую Мировую Об этом Тебе Кагир И Писал Когда У нас Есть Фашизм Конкретно Сейчас Который Вот Стоит У Дверей Квартир Прямо Сейчас Конкретные Фашисты Причем Если У Гитлеровской Германии Хоть Какая-то Идея Была В плане Расширения Она Тупая Поддерживаю Типа Оправдываю Ну Это Хотя Бы Хоть Какая-то Идея Этой Войны То Идея Того Что Делает Россия Сейчас Кроме Того Чтобы Делать Жизнь Простых Людей Мизерабл Как-то Лучше По-русски Отвратительной Я Не Вижу И Поэтому Апеллировать К Истории Мы Все Хорошо Знаем Историю Я уверен Что На этом Канале Очень Многие Хорошо Знают Историю И уж Белорусам Пенять Про Хатынь Вы Вы что Не знали Что в Хатынь Украинцы Вас Там Жгли Почему Вы Сейчас Это Просто Ну Не знаю Может быть Мы Все-таки Разные И В нас Нету Такой Ненависти Какая Есть В Вас В В итоге Может Вы Настолько Агрессивны Что Не можете Сдерживать И вам Надо На кого-то Нападать Главное Чтобы был Какой-то Казус Бели Вот Нас Когда-то Там Жгли И Вот Украинцы То есть Это В современном Мире Просто Настолько Непонятно Людям Я вот Недавно Буквально Тут Общался Причем Самое Интересное Что я Со Шведкой Общался Поэтому Она Знает Беларусь Просто Встретит Ну Смол Ток Это Не Какие-то Знакомые Я говорю Она Говорит Вы Откуда Я говорю Из Беларуси Она Говорит А Так У вас Там Войска России Каких-то Новостях За рубежом Потому Что Тут Все На Внутреннем Зациклены Но Даже Тут Уже Вот Это Ну Она Спрашивает А почему Это Так Происходит Я Не могу Внятно Объяснить У меня нету Нормальной Вот Такой Нормальной Возможность Человеку В США Объяснить Почему Россия Это Делает И Путин Еще Своим Заявлением Вот Если Вы Что США Делает Все Против России Просто Потому Что Мы Так Есть Потому Что США Всегда Ненавидела Россию Поэтому Против России Вот Эти Аргументы Это Просто Что-то За Грани Для Меня Весь Мир Живет И Старается Жить Хоть По Каким То Ну Хоть Как-то Логично Пытаясь Каким Принципом А Когда Тебе Говорят Вы Ненавидите Потому Что Мы Вот Такие А Вы Ну Вот Просто Мы Русские А Вы Американцы Это Исторически Вы Ненавидите На Это Невозможно Ничего Ответить Просто Вот И Все Так У нас Тут Привет Следующий Хотел Выступить Приглашаю Его Ну Начну С того Что Сразу Отмечу Там У нас Было Экспресс Голосование По нему Я не Вижу Какую-то Особую Поддержку Украинского Коллаборационизма И так далее А где Болосование Думаю Мы не будем А в чатике Общения Думаю Мы не будем Считать Что здесь Кто-либо Поддерживает Галичину И прочее Не знаю При этом Я должен отметить Что У нас Все-таки В статье Просто 18 батальон Шутмандшафта Или нужно Подправить Фрагмент Называется Легенды и мифы Либо Информация О том Что они Были частью Украинской Пассаженческой Армии Не очень верна Что они делают На самом деле События Лучше Или хуже Просто Такой Небольшой Момент К чему Я Вообще Хотел Бы Подвести Тут Леша Хорошо Задал На самом деле Курс Моей мысли Если Мы Очень Выборочно Берем Определенные Фрагменты Экстраполируем Это на все У нас возникают Проблемы Например Я отлично Помню Я сам Русский И отлично Помню Что Было больше Русских Коллаборационистов Во время Второй Мировой Если я правильно Помню Что-то более Чем в два раза По-моему 400 тысяч Русских Было 250 тысяч Украинцев И так далее По Земскову Если смотреть На преступления Которые совершали Формально Русские Я имею ввиду Расстрелы По политическим Статьям Там наберется Минимальная Оценка Которые Признают Даже Коммунисты Порядка Пускай 900 тысяч Ну около Того Были голода То есть Должен ли я Ненавидеть Сам себя Ведь это Получается Ну Русские же Убивали Русских Это Такой Первый Вопрос Кстати Про Катынь Ты говорил Польше Там расстреляли Шпионов По-моему На порядок Больше Чем было Всего Шпионов Во всей Польше Во всех Их Странах Не понял Я про Шпионов Не понял Там Было Расстреляно Под Катынью Сколько Я помню С Аргументацией Про то Что мы Расстреливаем Польских Шпионов Грубо Говоря Не буду Называть Точные Цифры Можно Точно Уточнить Важен Порядок Грубо Говоря Расстреляли 3000 Польских Шпионов У Польши Во всех Странах Было Пускай В этот Момент 300 Шпионов Ну то есть В Советском Союзе Нашли Там На порядок Больше Шпионов Чем Есть Во всех Странах У Польши В этот момент Что Не было Особой Проблемой Я к чему Когда мы Пытаемся Выборочно Историю Вспоминать У нас Там Тоже Были Обоснования И Я думаю Что Тем Кто Коллаборационистам Среди Крымских Татар Не принадлежал Было Приятно Узнать Что Их Семьи Отправляются Там В этих Неотапливаемых Вагонах Черное Откуда Это Было Очень Приятно Если Мы Начинаем Помнить Историю Выборочно У нас Возникает Вот эти Моменты Что есть Сейчас Когда Вот смотрите Украинцы Там Бандеровцы Одни Можно найти Вот смотрите Русские Были Одни Злыдни Тоже Там Коммунисты Некоммунисты Это Нам Ничего Полезного Не дает Сейчас У нас Очень много Говорят О том Что нам Надо Отстоять Там Память Что Про войну Вот не Помнят Про войну Неинтересно Некто У нас Проблема Другого Порядка У нас Правда Про войну Часто Начинает Подменяться Мифами В том числе И Такие порядки Приводят В том числе К тому Что люди Перестают К этой теме Какой-либо Интерес иметь Потому что Тебе Начинают Засыпать Противоречивые Информации У нас Часть Нашей истории Сейчас Изучать Просто Опасно Формально Какой 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 У вас Закон С 39 По 41 Год Изучать Надо Очень Аккуратно Потому что Есть Правильная Позиция И Неправильная И Правильная Не обязательно Складывается С исторической Извини Привет Я тебя Просто Перебью Вот Например Затеев И диалог Сейчас Накину Затеев И диалог Я уже Обязан Сказать Что я Не ставлю В один ряд Коммунистическую Нацистскую Идеологию Тебе упомянул 31-41 Год И если Я Этот фрагмент Не вставлю Формально Там можно Меня притянуть За то Что я ставлю Это в один ряд Это запрещено А вот То что Я сказал Что СССР Напал на Польшу Это тоже Искажение истории С моей стороны Считается Если я правильно Помню У нас По-моему В прошлом году Что-то подобное Обсуждали Что Я дальше Не буду Развивать мысль Но даже Если Такого Сейчас С точки зрения Законодательства Нет Ты все еще Попадаешь В список Отщепенцев Раскачивающих Лодку Ты Начинается Сразу Продвигаться То Что ты Как бы Да В документах Что-то про это Есть Но Правильнее Эти два года Забыть Ну вот Это тоже Важный момент Мне кажется Именно что В истории Надо Все называть Правильными Именами Именами Несмотря То Что я Говорю Что СССР Напал На Польшу И Я не вижу Почему Это не так Как Для Для гражданина Белоруссии Для жителя Родившегося В Белоруссии Я считаю Что мы В этой войне Не участвовали После этого Фактически Все же Мы Можем Вспомнить Дальше Еще была Русско-финская Которую У нас Полностью Выбросили Из истории У нас Практически Полностью Выброшена Из истории Первая мировая То есть Когда мы Говорим Что Надо помнить Историю Да Надо помнить Историю Но надо помнить Историю Всю У нас Часто Начинается Такой момент Что Если Есть Какой-то Факт Он Задокументирован Но Он Не красит Каких-то Людей Нас И Более того Из этого Факта Можно Как-то Экстраполировать Дальше Это уже Может быть Ошибка Но не суть Этот факт Запрещен Например Там вот Старый Добрый Аргумент Который Запускает Лютые Холевары Про Изнасилованных Немок Там Обычно Еще какие-то Цифры дикие Называют Типа Два миллиона Обратная Сторона От этого Это Вариант Который Считается Как бы Приемлемым Социально То что Их не было Вообще То есть Как бы Есть указы Там от апреля 45-го года Когда Нужно Предотвращать Принимать Меры По предотвращению Нужно относиться К населению Более Скажем так Гуманно Чтобы это Селение Меньше Оказывало Сопротивление Чтобы мы Меньше Несли потери Прочее Есть доклады Через неделю После этого указа Которые показывают Что Все не очень Работает Это не значит Что вся Красная армия Была Насильниками Очевидно Да Это Говорит о том Что такие Случаи были Ну Вперед Удачи Написать Кому-нибудь Про это Научную Статью Удача Мне кажется Это еще Во-первых Это реально Важно Об этом Говорить Что Красная армия Например Шла Когда отбивала Постепенно Территории Они видели Что Что происходило С селами С жителями На оккупированных Территориях Появлялась Просто дикая Ненависть Которая Конечно Почему нельзя Об этом Говорить То есть что Советский Человек Был такой Сильный И добрый Он это все Прощал И заходил Вот на территорию Германии Что это выставляет Нас в негативном Свете Это выставляет Нас людьми Почему это нас Выставляет в негативном Свете Непонятно Непонятно Я могу Понять Не одобрить Там не осудить Что Хотя В целом Я такое Понять Я могу Понять Причины Как я могу Понять Причины По которым Допустим Велись Там Этнические Чистки В Германии Я могу Их понять У них Возвращаясь К Алгорну Этим занимаются Историки Алгорн Действия Украинской Повстанческой Армии То есть Ты должен Тоже Найти Причины Почему они Так поступали Из-за чего Это происходило Это даже Не обязательно Это не Мы не говорим Что их не надо Осуждать Что это Типа Все классно Было Это была причина Почему это Произошло Будут Причины Если мы Разберемся В причинах И посмотрим Какими шагами Их можно было Предотвратить Такие проблемы Можно было бы Решать в будущем Но речь Даже не совсем Об этом Речь скорее О экстраполяции Когда мы берем У нужной стороны Определенный набор Оставляем Только его С чем Сейчас У обычного Россиянина Ассоциируется Слово Украинцев Вторую мировую Поднимите руку Кто вспомнил Не Бандеру Там извините Кроме Бандеры Точно никто Не воевал Со стороны Украины Второй мировой А вот более чем Вся страна В бандеровских Формированиях Была Сразу Вряд ли Призвали 250 тысяч Украинцев И 20 тысяч Белорусов Это число Коллаборантов Второй мировой Я вроде бы Слышал Что там Ну Люди Отступали Там Дома Жгли Вот этих Людей Которые там Жили К чему я Опять Перефразировать Свою мысль Как только Мы забываем Часть истории Неудобной Нам истории И оставляем Только часть Истории Которая нам Удобна Сейчас Политически Удобна Сейчас Мы ничем Не лучше Становимся Чем те Кого мы Осуждаем Когда Люди Говорят Про то Что там Вот Бандеровцы Бандеровцы Вот они Все воевали Вот украинцы Бандеровцы Нынешние Украинцы Соответственно Очевидно Такие же Можно экстраполировать Один факт На другой И точно так же Сделают С другой стороны Смотрите Что там Натворило Коммунистическое Правительство С нами С Украиной Голодомор Там еще Можно По нам Вспоминать Значит Современные Россия Тоже Такие же Они тоже Хотят Нас уничтожить И так далее От этого Всего Пострадают Только невиновные И все Да Ребята К сожалению Мы это проходили Если мы Мы это проходили Мы это не Не отрефлексировали Никак Именно Не отрефлексировали Шанс на повторение Великий Именно так Это Большая проблема И то что Начинается Замалчиваться Какая-то Правильная История Неправильная История Есть И в итоге Мы получаем Ненависть Ну ладно Ты все сказал? Ну Наверное Да Пока что Так У нас Следующий Павло Павло Приглашаем Павло Я так понимаю Павло Бендеровиц Да? Да Такой Бендеровиц Что По-русски Разговариваю Ну ты же Через силу Слышно Слышно Что через силу Через слезы Ну давай Чтоб мы тебя поняли Да Да Аж Чуть ли не плачу Здесь Когда Слышу Русский Я Сам С Волыни И Вот Я так Выслушал Двух Предыдущих Спикеров И записал Себе Несколько Пунктов О каких Я хочу Высказаться УПА УПА Было Создано Если Так Сказать 14 Октября 42 Года Никакого 39 Ничего 42 42 Году Она Была Создана И Воевала Против Немцев Вначале Они Воевали С Немцами Да Было Но А потом Они Воевали Как Против Немцам Так Против Советской Власти Которая Когда Пришла В 39 Году На Запад Когда Напала На Польшу И Отжала Польши Западную Украину Тогда Все Они Выступали Что Все Будет У вас Хорошо Вот Землю Христианам Вторая Часть Это Их Заводы Рабочим Вот Да Заводы Рабочим Заводы Христианам Вначале Все Как Так И Было Но Потом Насильная Коллективизация Всю Землю Забрали Заставили Идти В Колхозы В Колхозы У Меня Дед Мой Родной Дед С 33 Года Вот Он Рассказывал Мне Как В 39 Пришли Советы И Как Потом В 41 Уже Пришли Он Недалеко От Львова Жил Уже Потом В 41 Пришли Немцы Вот В 41 Году Он Впервые Попробовал Шоколад До Этого Он Не Знал Что Такое Шоколад Советские Люди Не Имели Права Знать Что Такое Шоколад Ну Все Понятно Все Понятно Фашисты Шоколадкой Купили Все Ясно Да Да Купили Шоколадкой Сразу Про Деда Вторая Ремарочка Такая Уже Потом В 68 Кажется Году Сосед В деревне Был Первым Секретарем Прайкома И Хороший Товарищ Сказал Деду Что Беги На тебя Написали Кляузу И Если Ты Завтра Не уедешь Отсюда Послезавтра За тобой Придет Придет Комитет Госбезопасности НКВД КГБ Кто там Был В то время Тебя Просто Посадят И Ты можешь Уже Сюда Никогда Не вернуться И Он Взял Что Там Какие Пожитки Документы И Уехал Аж В Уркуту Севера России И Он Там 8 лет Проработал На шахах Пока С дому Ему Не прислали Письмо Что Вот Можешь Вернуться Это Так Продеда Я Записывал Кунтики По ним Выступлю По поводу Того Что УПА Жили Села Есть Десятки Документов И Воспоминания Офицеров МКВД Где Они Рассказывают Как Сверху Приходил Указ Вот Ребята Переодевайтесь В УПА И Идите Жгите Села Можно Прочесть Есть Десятки Воспоминаний И Десятки Документов Кто хочет Может Найти По поводу Того Что Матвиенко Сказала Что В России Ничего плохого Не сделала За Все Время Когда Украинские Земли Были В Составе Российской Империи Потом Советского Союза Было Выпущено Больше Чем 40 Официальных Указов Которые Запрещали Украинский Язык Эмский Указ Валуевский Циркуляр Это Такие Тогда Еще За царя Потом При Сталине Просто Запрещали Украинский Язык В школах В школах Были переведены На Русский Язык В городах В селах Это было Не так В городах Школы Перевели Это По поводу Того Что Россия Плохого Сделала Много Чего Это Три Голодомора Когда Умерло Десятки Миллионов Людей И на Их Место Приехали Люди С России Коренные Русские Которых Теперь Путин Защищает Если Можно По поводу Голодомора Я Я понимаю Что это Для украинцев Трагедия Но Я хочу Отметить Что В моем В моем Представлении Это все-таки Не геноцид Именно Украинского Народа А просто Геноцид Советского Народа Советским Правительством Потому что Мои Предки По маминой Линии Из Орловской И Рязанских Областей Конкретно Село Жерина И Село Исады Можете Найти На карте Точно Так же В это Время Голодали И Умирали От Голода Это Возможно В случае Украины Имеется Ввиду Что Там Были Как раз Самые Пахотные Земли И Оттуда Вывозили Еду Хоть Как-то Кого-то Накормить Но По моему Мнению Это Нельзя Считать Конкретно Геноцидом Именно Чисто Украинского Народа Потому что Просто Из-за Плохого Управления Голодали В тот Момент Вообще Везде Да Тогда Был Голод И В России Я Не Спорю Но В Украине Он Был Значительно Больше И Значительно Больше Людей Умерло По По Коллаборационистам Роа И Рона Это Два Самых Больших Объединения Скажем Так Русских Коллаборантов Как Называются А Типа Российская Особидительная А Я Понял Да Русская Особидительная Армия Российская Особидительная Армия И Российская Особидительная Народная Армия В Роа Было Больше Чем 200 Тысяч Солдат И Нам Сейчас Рассказывают Что Украинцы Коллаборанты Фашизма Как Б В этот Момент Хочется Спросить А В своем Глазу Вы Бревина Не Видите Что Ли Ну Я Могу Тебе Пояснить Потому Что Смотри Русские Коллаборационисты Они же Воевали Не за то Чтобы От России Отсоединиться Они воевали Чтобы В России Был Тоже Фашизм Собственно Который По моему Мнению Сейчас И победил А Украинские Коллаборационисты Чтобы От России Отсоединиться Это Очень Большая Большая Разница Война УНР И Советской России Тогда Уже Украина Не хотела Быть частью Советского Союза Мы хотели Сразу Быть Независимыми Беларусь То же самое БНР И вот Это Вот Все Так Получилось Литва Латвия Эстония Они Смогли Они Смогли На Некоторое Время На 20 Лет Да Но Все Они Потом Попали Туда Ну Просто Были Я Тебя Дополваю Что Коллаборационизм Естественно И в России Тоже Был И были Люди Которые Первые Я даже Не знаю Тут Сложно Сказать Они За Фашизм Были И Они Против Коммунизма Выступали Мне Кажется Нельзя Проводить Типа Россия Равно Сталин Или Равно Коммунизм Просто Очень много Людей Не хотели В таком Жить Тоже Россия Не равно Сталин Не равно Коммунизм Если Посмотреть На Верхушку Компартии Как она Менялась И Какие Процессы Этому Передавали То есть Пока Был Сталин Все было Хорошо Сталин Вождь Молодец Сталин Умирает В 1953 Говорят Что Сталин Это Плохо Сталин Нельзя Давайте Мы Будем Жить По-другому Потом Умирает Следующий Секретарь Вот Он Был Плохой А Я Хороший Давайте Будем Не так Как Он Будем Так Как Я И Это Было Каждый Следующий Секретарь Так Говорил Про Своего Предыдущего У тебя Еще Есть Эти Да Еще Там Было Что То Что Советский Союз Не Был Агрессором А Как Пакт Молотова Лидентропа И Десятки Офицеров Которые Учились Десятки Немецких Офицеров Которые Учились В Союзе И Десятки Офицеров Союзных Которые Учились В Германии То есть Сначала Это Было Такое Плодотворное Сотрудничество А потом Уже Не сослись Захотели Оба Оттяпать Пирога Побольше Ну Это Очевидные Вещи Говоришь Это Вопрос Тут Уже Скорее Пропаганды По Привет Хорошо По этому Поводу Сказал Что История Должна Просто Говорить Что Было А Оценки Этого Не К истории Должны Относиться А к людям То есть Как я И говорил Что я Считаю Что Несомненно Советский Союз Напал На Польшу Но Я Как Бенефицар Результатов Считаю Что так И надо Было Делать Потому Что Иначе Ну Во-первых Иначе Просто Конечно Польша Дольше Сопротивлялась Видимо Все-таки Третий рейк Я не знаю Насчет Западной Украины Я Не в курсе Но Например От Беларуси Некоторые Области Отдали В Польшу Тот же Белосток Где По-моему Довольно Долго Все равно Преобладало Белорусское Население Вот Так Для примера Ну Что Все у Те Да Да Спасибо Так Алгарн Опять Стремится К выступлению Павло Отключайся Так Тезисно Спасибо Предыдущим Ораторам За свои Высказанные Точки Зрения Я Всецело Ее Так Уважаю Как Выраженную Естественным Образом Без Эмоциональные Подоплеки Все остальное Еще раз Повторюсь У каждого У нас Будет Своя Правда Видение Определенных Вопросов В том числе И основанное На Тех Свидетельствах Которые Мы получили Из первых Рук От своих Родственников По поводу Запрета На украинский Язык Основное Создание Украинской Республики Было Создано В двадцать Втором Году Со Значительным Присоединением Часть Частей Относящиеся К Приднепровью Харьковская Донецкая Тогда он По-другому Назывался Луганская И так Далее Я К сожалению Сейчас Не могу Оперировать Точными Названиями Этих Территорий Но Значительная Часть Действительно Была Присоединена Как Было Сказано С Которую Вчера Выступал И Приводил Это Действительно Факт Это То Чтобы Неоспоримый Факт Это Факт Что Именно Я Что Украинском Незведь Подожди Факт Украинском Алексей Факт Факт Исторический Факт Я хотел Сказать Исторический Факт Что Именно Присоединение Значительных Территорий К Украине Которые К ней Не Принадлежали То есть Это Была Территория Казачества Малоруссия Ну Считалось Малорусская То есть Самой Украины Как Украины Ребят Ну Будем Все Таки Объективными И Не Существовало Украинской Республики Советской Украинской Республики Были Присоединены По национальному Признаку Или просто Так Решили Давайте Еще Вот Это Объясняю Западная Часть Украины В основном Была Очень Значительная Аграрная Существенный Технический Рабочий Рабочий Люд Располагался На территориях Нынешних Донецкой Харьковской И так Далее Республика Хочу отметить Что Изначально Изначально Столица УССР Находилась Не в Киеве В Харькове В Харькове Находилась Совершенно верно По причине Того Что Значительная Часть Скажем так Большевистского Электората Так Назоваем И Находилась Среди Рабочих Лиц Не Среди Земле Владельцев Крестьянства Это Действительно Так Крестьяне На Западной Украине Действительно Были Зажиточными Так же Как И Центральной Это Способствовало Климатическому Расположению Земель И так далее Это Историческая Справка И я не буду В нее Глубляться То есть Были Значительные Излишки При производстве Зерна И других Культур Которые Имел Возможность Продавать И для Того Чтобы Разбавить Скажем Так Тот Электорат На территории УССР Было Прешено Его Разбавить Этим Вот Прирезанным Территориям На которые Большинство Преобладало Так Скажем Так Технического Характера Харьковская Донецкая Луганская И так Далее И так Далее То есть Преобладание Рабочих Там Было Значительно Поэтому Нужно Было Приводить К статусному Изменению Населения На этих Территориях Вот Присоединение Западной Украины Было Да В 39 Да В 39 Году Но Ребят Не хочу Никого Обидеть Но Территории Западной Украины До Определенного Момента Не принадлежали Польше А эти Западные Территории Они Были Новоросскими И А попали Под влияние Под государственную Западные Или восточные Ты не путаешь Только В 19 Подожди Западные Или восточные Западные Украины Западные Украины Это Ивано-Франковск Не говорю Про Львов Когда Польше Он принадлежал И так Все остальное Да Вот Западная Украина Большей части Западной Украины Принадлежала Польше Которая Получила Эти земли После Неудачного Похода Тухачевского В 19 году Польша Поигралась На костях Российской Империи Еще как Я уже Я уже не буду Говорить Про Судетскую Область Которую Они отжали Ну не у Советского Союза Ну вот так Получилось У других Неважно Говорить Что у Польши Была белая Пушистая Это Миф Это Миф Объясняю Кто-то Кто-то Так Кто-то Говорил Что Польша Белая Пушистая Нет Я объясняю Ты хотел сказать Что вот В Катыни Не в Хатыни А в Катыни Было расстреляно Определенное количество Несколько Тысяч Действительно Офицеров Польской Армии Эти Войска Попали После 39 Года Но Я не хочу Говорить И Говорится Претендовать На Истину Последних Станциях Но В течение При Походе Тухачевского Поляками Было Захвачено Значительное Количество До Полумиллиона Красноармейцев Содержание Которых На территории Польши Было Мягко Говоря Очень Приближено К тем же Самым Содержание Которые Впоследствии Были В 41 42 Годах При Значительном Когда Значительная Части Красной Армии Попадали В плен Немецкий Плен Раз То есть Я не знаю То есть Это Это Оправдывает Расстрел Нескольких Тысяч Офицеров Скажем Так Это Была Действительно Частично Месть За Т За То Что Тухачевский Провалился Потому что Значительная Часть Красной Армии Была Уничтожена В результате Этого Похода По-моему Это Конкретная Операция По Обезглавливанию Лидеров Собственно Чтобы Убрать Лидеров Которые Могли Б В будущем Что-либо Сделать Есть Возможность Ты не будешь Использовать Нет Я Не буду Убивать Людей Если Ты Меня Так Спрашиваешь Нет Это Да Но Когда Ты Находишься Во главе Определенных Во главе Государств Ты уже Не человек Это Это касается Любого Ты Политик С Определенными Скажем так Замыслами Есть Великие Политики Есть Местечковые Политики Но Это Политики Великие Политики Уничтожают Физический Верхушку Слушай Господи Давай Это Возьмем Самую Дальнюю Вот Александр Македонский Че он Сделал Зачем Дальнюю Подожди Человечество Развивается Не надо Мне Дальнюю Человечество Развивается И Не Человечество Будет Хотеть Кушать Человек Всегда Будет Хотеть Кушать Вкусно И Человек Всегда Хочет Кушать Вкусно Особенно За Чужой Счет Это Пришло К тому Что Убийство Считается Самым Страшным Деянием Которое Может Произойти Объясни Это Скажем Так Родителям Погибшего Ребенка Которого Педофил Затушил Только Для того Чтобы Замести Следы А поэтому Родители Погибшего Ребенка Не Сидят В суде И В присяжных Поэтому Суд Решает А не Родители Погибшего Ребенка Скажем Так Родственникам Погибших В Кущевке Кущевская Станица Кущевского Краснодарского Края Там Цеповяз Такой Есть Товарищ Для этого Есть Шикарный Суд Алексей Есть Суд Которое Общество Сделали Ответственным За это Суд Это люди Ну а если В вашей стране Не работает Судебная Власть А кто В этом Виноват Самое большое Количество Заключенных В стране США Правильно Почему Тогда США Требует Требует Не просит А требует Считать ее Мировым Гегемоном Которое Единолично Имеет право Судить И миловать Засудили Каддафи Прилетели Разбомбили Засудили Блин Этого самого Какого Иракского Товарища Пришли Разбомбили Ты берешь Плохие Примеры И оправдываешь Этим Какие-то Плохие Действия Своя Правда С каждой Стороны Нету Здесь четкого Понимания Кто прав И кто не прав В определенной Исторической Конъюнктуре Тем более Не то что Новейшей А слушай Алексей Нету Нету Какой-то Правды Есть конкретно Зло И добро Расстреливать Десятки Тысяч Пленных Это зло Вне Всякой Конъюнктуры Если ты Это будешь Оправдывать Великий Лидер Невеликий Лидер Тридцать Девятый Год Тридцать Девятый Год Кто У нас Там Был Так Бери Еще Не Пришел Был Еще Ежов Да Ежов Был При Ежов Действительно Были Самые Массовые Расстрельные Чистки Действительно Спускались Разнарядки Точнее Не Разнарядки Спускались А так Вот Тот же Самый Извести Горя Хрущев Этнический Украинец Просил Можно я Расстреляю Там 20 тысяч Людей А то Что-то Как-то Вы спустили Там 5 тысяч Всего Маловато Надо 20 Прислали Ты что Баран Что-ли Акстись Делай Столько Сколько Сказано Все Но это Кто Русский Был Нет Этнический Этнический Украинец Брежник Кто Во главе Страны Был Советского Союза Кто Этнический Украинец Да Половина Полюсбюро Было Этнические Украинцы Ты сейчас Хочешь Сказать Что Не могу Понять Сейчас Украинцы Расстреливали Поляков Катыни Так Я хочу Сказать Что Русские Расстрелами Исключительно Только Русские Не занимались И Хочу Сказать Что Вот В ссылке Общения Я Дал Ссылку По Коллаборации Вот Конкретно Будете Вы Доверять Не будете Доверять Приведены Цифры Конкретно Да Украинцев Было Действительно 270 Тысяч Русских Было 310 Тысяч Но Дальше Даже Тех Самых Белорусов Которые Ты говорил Что их Нету Там Их Составляло Не менее 70 Тысяч 70 Тысяч Потому Что Коллаборантам Белорусов Относят Тех Кто Хотел Быть Чтобы В этой Польше Относилась Беларусь Я говорю Сейчас Депортация Крымских Татар Которые Вот Сейчас Приносят Нам В меню В меню Пардонте В вину Говорят Что Они Бедные Бедные Высылка Находилась В нечеловеческих Условиях А вы Хоть Кто-нибудь Поинтересовался Когда Была Начата Депортация Татарских Крымских Татар Она Была В мае Начата В мае И на север И В мае Какого года 44 Как зачистить Пришли В Крым Было Принято Решение В мае 44 Года Депортация Везли Туда И более того Их Везли Да Говорят Их Везли В скотских Вагонах Ребят Половина Страны В этих Самых Скотских Вагонах Каталась Не было Подвижного Состава Разбиты Были Вагоны Все Вагоны Были Использованы Для Фронта Не было Там Других Не было Может и не надо было Тогда везти Раз не было Вагонов Как насчет Такого Объясняю Политика По поводу Крымских Татар Обуславливается Обуславливается Тем Что Действительно Значительная Часть Крымских Татар Действительно Были Так называемые Хиви Которые Были В шутсмассаж Батальонах Вообще Как бы Считать Количество Определенных Национальностей В определенных Коллаборационных Соединениях Неблагодарное Занятие Потому что Основное Количество Лиц Посчитанное Как коллаборанты Задействованное Немцами По регулярных Частях Вермахта И в частях СС Было Основано На справке НКВД В сорок шестом Году Которая Составлялась Для Верховного Совета СССР Лично для Сталина Которая Говорилась Определенная Датова Опять же Все данные Я привел Ссылкой Хэштег Общения Там Вот эта Ссылка Есть Кто хотите Посмотреть Я не хочу Просто Головусловно Говорить Что-то Четко Привел Коллаборантов Лиц И все Остальное Итак Давай По поводу Украинских В языках Запрет Украинского Языка Я как бы Так Очень сильно Сомневаюсь Потому что Основная Литература Еще в Царское Время Печаталась Нигде Нибудь А в Санкт-Петербурге Большими Тиражами Того же Самого Грушевского Того же Самого Господи Дай Бог Поймите Неважно Короче говоря Значительная Часть Так вот Один из Видных Украинских Идеологов Которого Потом После Иммиграции В 20 Каком-то Каком-то Годах Привезли На территорию Ну Приехал На территорию Украины Я не знаю Привезли Приехал Не знаю Но Остались Его Воспоминания Так Он сказал Что Никто Так Больше Не Сделал Для Украинизации Как Советская Власть И Пожалуйста Пожалуйста Не будьте Чуть-чуть Наивными Людьми И не Смотрите Что Там Передевались Все Остальное Окей Вам Сказали Вы Поверили Ваша Правда Вы Будем Алексей Ну Ты Мало Что Говоришь Получены Ниоткуда Нибудь А В Исторических Хрониках Алексей Подожди Алексей Пока Ты Говоришь Какие То данные Еще Нормально Когда Ты Начинаешь Переходить На Не Будьте Наивными Я Тебя Не Отвечаю Потому Что Жду Пока Ты Закончишь Я Тебя Отвечу Все По Поводу Твоих Советская Власть Для Украинизации Для Белоруссизации Я Тебя Объясню Почему Это Происходило И Чем Это Кончилось Но Когда Ты Начинаешь Говорить Не Будьте Наивными Ты Рассказываешь Людям Которые В этом Жили Понимаешь Ты Находишься На территории Другой Страны И Рассказываешь Людям Которые Тут Живут И Называешь Нас Наивными И Мы Это Должны Еще Спокойно Это Слушать Хорошо Стоп Не Будьте Наивными Вместе Со Мною Так Сойдет Просто Постарайся Без Вот Этих Определений Ты Говори То Что Ты Хочешь Сказать Хорошо Хорошо Дальше По поводу Голодомора 32 33 34 Года На территории Поволжи Украины Северного Казахстана Центральных Частей И Так Далее На тот Период Была Очень Серьезная Засуха Количество Лиц Погибших При Голодоморе Я же Сам Ответил Что Я Не Считаю Геноцидом Украинцев Господа А теперь Я привожу Пример Почему Это Было Вызвано На Советский Союз Было Возложено Эмбарго Территория Советского Союза Невозможно Было Поставлять Чего Либо Для Продажи Для Получения Валюты Основной Валютой Которой Мог Расплачиваться Советский Союз На тот Период Было Тогда Не в того Периода Это Зерно К сожалению Для получения И закупки Индустриальных Машин Для внедрения Индустриализации Которая Потом Помогла Выстать Великой Отечественной Войне Все те Заводы Которые Построились В тем В том числе На территории Харьковской Донецкой Киевской Одесской И так далее Областях Херсонской Николаевские Верфи Были Просто На такую Высоту Подняты Неважно Ладно Так вот Для того Чтобы все Это Нужно Было Получить Валюту Валюту К сожалению Советского Союза Можно Было Получить Только Один Способ Продав Зерно Жизни Людей Этого Этого Стоили Нет Нет Лех Жизни Людей Всегда Чего-то Стоит Но Они Стоят В определенный Как Сказать Исторический Момент Было Принято Решение Про Разверстки По Изъятию Излишков Необходима Была Валюта Для Индустриализации К сожалению Момент Был Выбран Такой Причем Даже Ни Нами Не Советским Союзом А теми Самыми Пресловутыми Английскими Лордами И так Далее Которые Вот Эту Биржу Держали В Лондоне Зерновую Знаменитую Что Валюту Мы могли Получить Получить Только Продав Зерно А Технологии Кстати говоря За валюту Мы покупали У Веймерской Республики По Соглашению С Веймерской Республикой Это Далеко За 30-е До 30-х 39-х Далеко До 36-го Года Прихода Гитлера Или 34-го Тоже Извините Пожалуйста Запамятовал Так вот На территории Веймерской Республики Сохранялся Значительный Технический Потенциал Это единственная Страна На тот Период Высоко Развитая Технического Характера Которая Соглашалась Нам Предоставит Советскому Союзу Имею ввиду Те Мощности Которые Были нам Необходимы Для Индустриализации Советскому Союзу Была Как воздух Нужна Индустриализация Запрещалась Продавать Советскому Союзу Любые Технические Новшества Включая Элементарные Плуги Для Обработки Земли Это нужно Было Создавать На территории Советского Союза Нужны Были Мощности Нужны Были Современные Технологии Того Периода Нужны Были Тоже Самый План Гойл Ро Который Был Зародуется То есть Элитрификация Создание Платин На Днепр Днепрогресс Хорошо Алексей Я понял Ты сейчас Можешь Долго Я просто В двух словах Смотри Вот В общем Как я Тебе Слышу Твой аргумент Что Жертвы Были Необходимы Потому-то И потому-то Я правильно Понимаю Жертвы Не то чтобы Необходимы Были Жертв Нельзя было Избежать Леш При любом Случа Скажем так Если бы Не было Возможности Индустриализации Жертвы Были бы Гораздо Больше Впоследствии Потом Это невозможно Оценить Ну невозможно Оценить Перспективы Исторической Потому-то Невозможно Почитать Что если Было бы Бы Но просто Если вот так Сравнить Если бы Не было Индустриализации У нас Невозможность Было быстро Скажем так Мобилизовать Этот потенциал Эвакуировать На Урал И создать Мощный кулак Для противодействия Нападению Гитлеровских Я понял Вот пускай Слушатели В итоге Решат Что лучше Было Последнее 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 По поводу Мифов О том Что Советский Союз Обвинил всех Коллаборантов Что они Вот это все Остальное Скажем так Каких мифов Проговори Пожалуйста Я не понял Каких мифов Предыдущий Оратор Павло Манко Если я Не ошибаюсь Я прошу прощения Если неправильно Был приведен Что Весь мир Был За Вот Против Это мы Все сделали Чтобы И говорили Что УПА Это все Сделало Да Действительно УПА Было Создано 14 октября 42 года Здесь Признаю Свою Ошибку Я хотел Сказать Что Движение За Вильную Украину И Тоже Мой Сленг То есть Прононциейшн Сори Вот Было Основано Еще Задолго До того Как на Территорию Западной Украины Пришел Советский Союз И тогда Ее Действительно Возглавляли Против Польши И Основной Очаг Сопротивления Украинских Западных Жителей Действительно Против Польши Идеологом Который Одином Из Идеологов Был Степан Бандера Так Вот Если Отбросить Стороны Некие Предвзятые Волны Которые Могут Возникнуть Со стороны Меня Как Приверженца Определенного Течения И Как Павла Манков Как Приверженца Другого Течения Не побоюсь Ну Как Есть То Хочу Отметить Сухой Остаток Осуждение Таких Структур Как СС И так Далее Которым Были Такие Подразделения Как СС Галичина Одно Из Тех Самых Разве Украинская Повстанческая Армия Относится К СС Галичина А еще Как Относится Остатки В 44 Было Создано Вот Последнее Ну Остатки Ну Там Блин Ну Причины Ж Этого Ну Короче Ладно Все Нюрнбергский Процесс С Предоставлением Всех Всех Ну и что Он осудил Бендеру Он Осудил Националистическую Идеологию Потому что В итоге Это Придерживалось Фашизм Ну Сутили Немецкий Фашизм Националистическую Идеологию Я Не Против Украинцев Я Не Против Украины Я Против Националистической Идеологии И Когда На Моих Глазах Пытается Брать На Щит Человека Создавший Пествовший И Всячески Поддерживавший Националистическую Идеологию Вот Во мне Тогда Просыпается Он Поддерживал Он Начинается Говорить Вы Блядь Дебилы Что ли Все Еще раз Он Поддерживал Независимость Украины Независимую Украину Лех Потом У него Там Были Еще Я Украинцы Лучше Расскажут Там Там Был Еще Один Националист Какой То Фида Москалев Как Борьба Его Борьба Короче Жидо Москальских Польских Жидов И Москальских Вот Три Идеологии Которые Против Было Против Это Была Националистическая Диалогия Единственная Причина Почему Остатки УПА Смогли Сохраниться И Эмигрировать Канаду В том Числе Было Только В том Что Значительная Часть Этих Подразделений Курировал Абвер Абвер Так и не был Осужден Как преступной Организации Это был Своего рода Бермахт Это были Люди Которые Им удалось Доказать Что они Выполняли Приказ И действовали В рамках Определенно Дословенных Войн Значительная Часть Подразделений УПА Курировался Абвером Не СС И здесь Это факт Поэтому Удалось Сохранить Значительное Количество Лиц И смогли Они Скажем так Уехать Канаду Где была Создана Достаточно Серьезная Диаспора Которая Всячески Подпитывалась И как Ну ребят Ну вот Факт Из песни Не выкинешь Ни черта Подпитывалась И ЦРУ И другими И Радио Свобода Ну все Ну радио Свобода Они просто Использовали Этот фактор И транслировали Все Это была Идеологическая Война Сейчас Нет Можно Ответить Пожалуйста Я отвечу Только По поводу Сколько Войск Совершенно Других Территорий Ты бы сказал Что Совет То есть Российских Войск Много Много На других Территориях Ты меня Сейчас Что Спрашиваешь Ты сейчас Меня Спрашивал Да 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 Извини Я прослушал Какие-то войска Российской На других Территориях Алло Я говорю Прослушал Российские Войска На каких-то Других Ты объяснял У тебя был тезис Что Российские Войска Находятся На территориях Других Государств Что Есть Неправильно Что-то Я не помню Такого Честно говоря В начале Лех Ну В начале Спич Ну Ёлки-палки Российские Войска Находятся На других Территориях Незакон Или Что-то Такое Вот Ну Находится На территории Ладно Я этого не говорил Это ранее Я говорил Нет Короче Сейчас скажу Клюй Ключ был Таков Что Ладно Уберем Этот тезис Он Вытернул Не я Честно Вспомню Не ты Не вспомнишь Просто Не помню Что Адеология Всего Говорю Оно Распространяет Очень Хитро Перез Давай Короче Там у нас Еще несколько Человек Хотят Поговорить Все Я отвечу По поводу Укранизации Белорусизации Была Война Ну Еще Такая Не Советского Союза Давайте Как там Республика Называлась Советской Республики И Польши В итоге Они там Основенно Какой-то Линии Западная Белорусь Отошла К Польше Западная Украина К Польше Соответственно Все Восточное К Советскому Союзу Так вот Советский Союз Для того Чтобы Показать Привлекательность Этих Территорий Для Оставшихся На Западной Части Проводил Серьезную Действительно И Белорусизацию И Укранизацию Этих Территорий В то время Как В Западных Частях Проходила Полная Полонизация Но это Противоречит Словам О Запрете На Преподавание Украинского Языка Так я Тебе Сейчас Дальше Расскажу Мы же Не дошли Я уже Не сказал Что Это было С самого Начала Но В конце 30-х Годов Было Признано Что Это Поднимает Национальный Дух Национализм Как раз Тот самый И началось Сворачивание Та самая Хрустальная Ночь Белорусской Литературы Когда Была Расстреляна Более Сотни Представителей Белорусской Интеллигенции То же самое В Украине Я не знаю Украинцы Мне должны Поправить По-моему То же самое У них Было Были Расстреляны Представители Украинской Интеллигенции Слушай А если мы Посчитаем Советскую Идеологию Которую Русскую Которую Меньше Что Ну я не знаю Считайте Я же Не против Того Считайте Великий Белорусский Поэт Янка Купала Погиб Что Янка Купала Погиб Он вообще-то В этой Как ее В гостинице Москва Вот именно Вот именно Вот именно Неважно Неважно В принципе Мы не сможем Это доказать Не опровергнуть Это Я тебе говорю Что началось Сворачивание Вся этой Белорусизации И укранизации И в итоге В итоге Например В Белоруссии Подавляющее Большинство Говорит на русском языке Потому что Произошло Вот это вот Сворачивание И практически Запрет на Преподавание на белорусском То же самое Человек говорил И про украинский язык И вот это Пытаются сказать Вначале Было Потому что Это было Для Привлечения Людей На той территории Они пытались То есть Они Показывали Насколько Хорошо В Советском Союзе Было Для того Чтобы Ну Культурная Экспансия Что по-моему Намного Правильнее Было Чем Войсками Леш После Отечественной войны Было Скажем так Не расстреляно А В лагере Сослано По статьям Определенным На 10-15 лет Это вот Тех Которые Захватывали Живыми Или сдавались Или все остальное Алексей Ты Ты Сказал Своё мнение Тут Трибуна Понимаешь Я тебе на это Ответил Можно Другим Людям Теперь Ответить Там Вот Четыре Человека Сидит Ждет Отключай Меня Отключай Я прошу Прошу Отключайся Так Вот тут Феонор Был Я не знаю Нарисовано Как будто Он Офлайн Я ему Дам Слово Если он Появится Но он Как бы О есть Давай Насколько Меня хорошо Или плохо Слышно Вроде Нормально Слышно Вроде Нормально Слышно У меня Честно Говоря Не то Чтобы Много Было Слов Я хочу Пару Монентов Пропускал Может быть Уже Ответили Сейчас Немножко Поясню Саму Эту Идею Из Предущих Ораторов Какого Там Палок Говорил А вот Пропагандист Штамп Почему Украинцы Сплошь Кабарант Сейчас Немножко Поясню Откуда Его Как Его Придумали За счет Чего Эксплуатируют Что Всех Соображений Что Условно Сотрудничающие С немцами Мандера Шухевич Они Ромально Я сейчас Являются Давай Чтобы было Понятнее Ты свою Национальность Сразу Говоришь Чтобы Русский Русский Из России Да За счет чего Это поддерживается Изнутри Говорю Потому что Русские Коллаборанты Они Все таки Не считаются Героями В России Они Предатели Там Класс Это Чуть Более Старшего Поколения Оскорбления Все таки Вот В то время Как Эти Современные Украины Будем Числи Бандерии И прочее Отношений Куда Более Большие В общем-то Отсюда И вот Это все Пропаганды И питается Как я и говорил Что Русские Русские Коллаборационисты Воевали За фашизм А Украинские Коллаборационисты За независимую Украину Понимаешь Ну Не Я соглашусь Просто я говорю За счет чего Это Ну понятно Эксплуатируется Что Просто Мы так своим Хорошо не относимся Вот Потом Что я делал Честно говоря Предыдущий Будем честны Много Часть вещей Сказал Которые я В том числе Хотел Напомню Что-то И много Про голод Что там Еще более Сложная Ситуация В силу Того Пакта Что На самом Начале Советской Власти Сильно Скажем так Чиновники Ответственные За там Сбор Зерна Вот эту Отправку Дальнейшую Станцию Преувеличивали Ну в общем-то Забирали Больше чем Было положено И в общем-то Возникла такая Интересная Ситуация Когда Сверху был Одан приказ Увеличить Значит Количество Забираемого Зерна Там Продуктов И так далее Вот И люди Ну Все эти На местах Начали В общем-то Прикрываться Вот так вот Забирая Ну Поводя людей До голода Такая двойственная Стоимость С одной стороны И Сталин Создание Всего Все этой фигни Что В общем-то Такое Стало Возможным Ну и собственно Ну и да Конечно же Голод Тут Голоду Тут И завтра Имеет Отношение Так Ну Все По поводу Так Не По поводу Запрет Так Что тебе сказать По поводу Запрета Условно Украинского Языка Ну Позволь Зайти Все-таки Что Думаю Все-таки Очередный Мэтт Но На всякий Случай Уточню Что Струсификация На территории Советского Союза Штука Такая Которая Будет Если Вообще Никак Не помогать Просто Всего Того Факта Что Это Государственный Язык И В общем-то Общаться Ну и даже По советской Территории Общаться Чучку Проще Мы Сейчас На нем И говорим Поэтому Для того Чтобы И нужны Были Пронизация Бевартизация Как-то Для Противодействия Данного Процесса Плюс Соглашусь При Стали Не очень Много Было Свернуто Национальных Всяких Программ Как это Национальных Общений Но Поправьте Если Ошибаюсь Но Прихручу И хоть Какой-то Степень Но Это Было Возвращено Или Ошибаюсь Я не знаю По поводу Возвращено Может быть Но Идея В том Что При Сталине Не просто Свернуто А уничтожено Большое Количество Интеллигенции Конкретно Это бесспорно Конкретно Вот этих Вот Языков И это Очень Сильно Ударило На Будущее То есть Почему На белорусском Мало разы Не только Потому что В школах Мало преподают Но потому что На нем Не было создано Так Столько Интересного Культурного Чтобы это Заставляло Людей Этот язык Понимать И изучать Понимаешь А не создано Потому что Было уничтожено Вот это Ствол Интеллигенции Который Мог бы Эти Эти Это Что-то Делать И Больше Ну Не Возьми Есть Много Хороших Белорусских Писателей В итоге Я могу Ну Мой Любимый Короткевич Это Конечно Черный Замок Ольшанский Ольшанский Да И Дикая Охота Короля Астах Рекомендую Рекомендую Почитать Ужастики Белорусские Есть Представители Но тем не менее Это так подрубило Что в итоге Намного меньше Вот в Украине Все-таки Осталось Это Где-то Что-то осталось Что сейчас Все-таки Украинская культура Даже на мировом уровне Очень неплохо Се чувствует Вот Я ответил Ты что-то еще Хотел сказать Да Ну да Соглашусь С тобой Хотя Позвольте Извините Скорее Это все было В рамках Большого террора Как такового Правильно Да Я понимаю Что в России Да Что в России И Мандельштам И Гумилев Ну это можно Долго Перечислять Но Ну до террора Ну я Потому что все равно Это интеллигенция Ну то есть Естественно Очень много Русских Тоже было Хотя Я даже перечислил Евреев при этом Ну ладно Извините Ну понятно Носителей русской культуры Тоже было много Уничтожено Но Осталось при этом Именно То есть Как тебе объяснить В Украине и Белоруссии Уничтожалась Именно для того Чтобы белорусская культура Они не были Какими-то Коллаборационистами Или как тебе сказать Вот знаешь Которые против Рабочей власти Какие-то Ни фига подобного Это люди Которые поддерживали Именно революцию И им это нравилось Они были уничтожены Именно как носители Этноса Которые могли Культуру Дальше нести В массы В России же Уничтожались Вот именно Какие элементы Антиреволюционные В этом плане Ладно Могу другому Передавать Голос Или ты еще Что-то хотел сказать Да не Еще было Плюс Сейчас на твои слова Немного Отвечу Ну я бы не сказал Что и В России Именно Цель Ну как сказать Прям совсем Антиреволюционная Скорее была цель В целом Уничтожить Большое количество Интеллигенции Чтобы Некому было Что-то противопоставить Потому что Иннокомысли Большая часть Жертв Большого террора Это самые Коммунисты Там Преданные Времен Ленина Большая часть Это когда уже Всех остальных Уничтожить Сначала Был Террор Аристократии И Антиреволюционных Элементов Потом уже Начался Конечно В 37 Чистка рядов Правых Уклонистов Левых Уклонистов И так далее Не спорю Но Красный Террор Который Антиристократический Он так раз таки До Всего За ним Типоша Наоборот И так далее Вот это Уничтожение Украинской Белорусской Интеллигенции Поправьте Если я ошибаюсь Как раз Оно на большой Выпало Когда Уже Уничтожалась Та самая Партийная Элита Когда там После которой Появился Съезд Расстрелянных Можно было Их так назвать Ну ладно Это можно долго Говорить И что еще Хотел поправить Предыдущего Оратора Насчет того Что Когда в 22 Образовали Украину Так или иначе Приходилось На ОНР На границу ОНР Которая была Образована В 18 Году Лучше Надо понимать Что Да Несспорно Украинская Уже была Все дела Что Они сами Были сторонниками Независимости Но В момент Когда ОНР Только Только Образовывалась Ставить Это Происходило В рамках Обрез Святовского Мирного Договора В том числе Там Имели отношение К этому И немцы Хотевшим Установить Словно Маньячный Режим До Окончания Первой Мировой Потом Конечно Это Не удалось По причине Поражения Но Все Так И По этой Причине Старались Как можно Больше Территорий Вот Это Некое Такое Произошло Причине Ну Малороссия Не скажу Что Малороссия Это Не Украина Это Просто Другое Название Более Ну Распространено В один Период А вот Новороссия Я добавлю Современный Предыдущий Современный Украина Конечно Но Чисто Исторически Нет Земли Отняты Алексей Говорил Что Украина До этого Не существовала Я могу Добавить Что Белоруссия Не существовала Тем не менее Как Этнос И белорусы И украинцы Были Тем более То есть Тех же Украинцев Как бы Всех Пытались Назвать Малороссами Как С белорусами Удалось Назвать Белорусами А до этого Они все Назывались Литвинами Потому что Это было Великое Княжество Литовское То есть Как Такового Государства Беларусь Никогда Не существовало До Ну Можно сказать До 1991 Года Ну Будем Считать До Образования БССР Предположим Конкретного Государства Такого Не существовало Наверное Можно То же самое Про украинцев Скать Но там Были Запорожская Сеча То есть Этносы Были Другое Дело Если мы Будем Сейчас Еще Доказывать Если Будет Сейчас Еще Придет Человек Который Будет Рассказывать Что Украинцы Белорусы Это Такие Русские Которые На не том Диалекте Разговаривают Так это И в Польше Есть Поляки Тоже Считают Что Украинцы Белорусы Это Поляки Только С Диалектом Которые Разговаривают Это Мы Можем До Многого Договориться Ладно Я Следующему Тогда Передаю Если Ты Не Против Ну Если Еще Что Ни Вспомнишь Просто Еще Поднимешь Руку Еще Что Ни Скажешь Хорошо Да Хорошо Так У нас Тут Никсель Только Ребята Можно Мне Давайте Минутку Перерыв Бо Зов Зов Природы Я Поэтому Тут Подгонял Феанора Бо Надо Быстренько Разбегать Сейчас Через Минутку Продолжим Никсель Готовься Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Хорошо, всем привет. Я Артур, я из Украины. Я хотел... У меня было пару пунктов, которые я хотел... А лет сколько? 26. Давай. Пойдет? Звучу молодо или как? Не знаю, это уже. Слушатели, как к твоим словам относиться? Ну, ладно, окей. Я хотел по поводу... У меня было несколько пунктов. Один был по поводу Восточной Украины. Там вот Альгарн, надеюсь, правильно сказал, говорил по поводу того, что Украина... Ну, то есть это уже было отвечено до этого, если я не ошибаюсь, Феонором. По поводу того, что Украины не существовало. Ну, в принципе, ты тоже уже по поводу этого сказал, что вот было УНР, еще до этого было Запорожье, еще до этого было... Ну, то есть там Гетьманщина и прочее, название. Гетьманщина, да. Гетьманщина. Окей, Гетьманщина. Ну, ладно, на русском, видимо, так, извиняюсь. Тогда по поводу... Я хотел сказать, что, в принципе, то же самое можно рассматривать, что... Вот Альгарн говорил, что Луганской области, ну, то есть Слобожанщина, которая раньше так называлась, то есть в какой-то момент это же была, по сути, пустая территория, которую заселили во времена, если я не ошибаюсь, 17 века, туда переселялись после того, как Украину в 1650-х годах захватила Россия, Российская империя, извиняюсь, я просто немножко нервничаю, была захвачена Российская империя, и на эту территорию могли переехать люди, и у них были какие-то своеобразные послабления в налоговом плане, что они там, если они туда переезжали, они могли 20 лет не платить налоги, если они будут развивать эту территорию. Ну, смотри, к тебе опять будет вопрос, типа, а точно ли захватила Россия Украину? Там же была эта руина, и... Нет, ну, по поводу этого, если я не ошибаюсь, в 1648-м, приблизительно в это время, там Богдан Хмельницкий заключил договор с царем по поводу того, что царь поможет Украине в войне с Польшей, и как бы Украина, они, ну, то есть, насколько я помню из истории того, что я читал, то есть Богдан Хмельницкий приехал, царь сказал, он говорит, давай, ну, я сейчас перефразирую немножко, он говорит, давай вот заключим договор, царь сказал, что вот я царь, я не буду заключать договор, давай кланяйся мне. Ну, и, понятное дело, так как вариантов было немного тут, или полностью, по сути, длительная война с Польшей, которая, скорее всего, была бы не очень успешной, так как... Ну, так это захват или соединение? Нет, ну, потом Россия, Российская империя заключила мир с Польшей, и они поделили Украину по Днепру. Ну? Ну, в принципе, наверное, это захват. Ну, тут уже смотря, с какой стороны рассматривать. Если рассматривать со стороны того, что были некоторые, назовем их, обязательствами, которые должны были исполниться, что вот Россия, Российская империя поможет Украине в войне против Польши, а они не помогли, потому что они, грубо говоря, как бы приняли Украину в свою лоно и такие, ну вот, теперь мы главное, давайте мириться. И поделили Украину. То с такой стороны, да, конечно, Украина, в общем-то, как часть Российской империи, это уже был не захват. А если рассматривать со стороны, что они не помогли и потом поглотили Украину, то это, в принципе, захват. Ясно. Предлагаю, слушатели сами решат итог какой. Ладно, да, извиняюсь, я просто... Еще был момент по поводу, тоже Альгарн говорил по поводу кулака против гитлеровских войск. Так, если я не ошибаюсь, после Первой мировой войны Советский Союз, ну, я точно не помню название на тот момент, просто там был вроде не Советский Союз, в общем-то, там была произведена чистка офицеров, которые воевали в Первой мировой войне, потому что, так как это была царская Россия на тот момент, или нет, это была Российская империя, офицерами в основном становилась интеллигенция. И опытных военных, у которых был опыт Первой мировой войны и предыдущих войн, они были репрессированы, ну, там, расстреляны, или как с ними расправлялись, я точно не знаю. И, как бы, вот вам... Ну, это тоже не совсем так. Тот же Брусилов, знаменитый брусиловский прорыв, это практически единственная успешная операция во время Первой мировой войны. Брусилов потом так же спокойно в армии Советской России участвовал. Репрессировались те офицеры, которые в Белой армии потом были, которые против... Ну, то есть, я не оправдываю, но в данном случае это все-таки результат гражданской войны, а не, знаешь, специальной чистки, чтобы вот убить всех офицеров. Те, кто... Множество царских офицеров потом участвовали и в армии Советского... Советской страны, скажем так. Кто-то из них эмигрировал, конечно. Кто-то был расстрелян, да, как тот же Колчак, например, проигравший, собственно, битву, войну, так что... Нет, я... Извиняюсь, я не утверждал, что прям всех расстреливали поголодно. Я просто имею в виду, что некоторое количество... Я точно, честно говоря, не помню, сколько. Ну, вот сам факт того, что перед Второй мировой, по сути, у Советской армии было не самое большое количество офицеров, у которых был боевой опыт. Хотя, в свою очередь... Там была еще чистка Советской армии в 37-х, когда там уже вообще не касается никаких офицеров царской России. Ты немножко, тут ты уже немножко, знаешь, запутался, мне кажется. Хорошо. По поводу остальных, если я не ошибаюсь, уже было отвечено. Ну, давай тогда следующего оратора позовем. Спасибо. Феонор. Ой, нет, Феонор, извиняюсь. Привет у нас тут следующий был. Меня слышно, да? Ну, начну тоже тезисно. Там очень много было тезисов, что вот, Украина существует с 1922 года, грубо говоря. Мне это прям сильно напоминает у Рудова на дебатах. Он пытался защищать аргумент, что... Кто такой Рудой? Отлично, что ты не знаешь, кто такой Рудой. И не суть, кто он такой. У него был аргумент, что геноцидов в 20-30-м годах... В СССР быть не могло, потому что определение геноцида появилось в 1945 году. А раз так, то до этого все не геноцид. То есть... Очень классная логика, мне нравится. Да, то есть... Украина у нас появилась в 1922 году. Как? Собрались хитрые украинцы такие, а давайте там русский язык поменяем, он а и позменяем и прочее, что ли? Ну, культура как бы появилась чуть-чуть пораньше. Когда мы говорим про то, что какое-то государство появилось, мы начинаем опять игру в политические шахматы. Можно сказать, что Российская Федерация появилась в 1991 году. Можно на это возразить, что она все-таки правоприемник СССР. Можно на это возразить, что... А как там РСФСР сформировалась? Наверное, легитимным, законным путем, да? Не было распуска собрания учредительного и так далее. Да-да, караул устал. Да, и это буквально будет игра в политические подавки, где вы выбираете удобную вам временную... Нет, про это позже. Удобные вам рамки определения для отчета государства. Вот если мы правоприемником будем считать, мы еще можем обсудить, что это такое считать правоприемником, тогда считается, что государство было. А если нет, то не было. Так можно еще же обсудить, что эти территории исконно... Вот это тоже популярный аргумент. Это исконно наши земли. И понятие исконно, как вы догадываетесь, тоже политические шахматы. Исконно это значит до той даты, которая мне удобна. Чей Крым? Русский, украинский? Татарский, конечно. Я бы туркам вообще отдал. То есть можно еще дальше пойти. Турецкий, турецкий Крым. В том числе, может быть, версия. Там Украину точно так же откатим назад. Мы до готов дойдем. Ну, готов мы вряд ли найдем. Прямо тех самых. Мы найдем чуть-чуть других. Печенегов. Я бы печенегов вернул. Печенеги и половцы, да, тоже. Идея исторически это наша. Это средневековье, ребят. Для этого есть такое понятие, как объявить о суверенитете. Как только вы сказали, что вы признаете суверенитет какой-то страны, все, с этого момента, говорить, ну, вообще-то, знаете, вот эта вот часть, она как бы, ну, наша. Уже так не работает. Да, после этого еще там был аргумент про, опять, плохих поляков. Там рассказывалось про Тухачевского. Еще раз, в истории у историка не должно быть понятия «хороший», не должно быть понятия «плохой». Есть факты. Расстрел, как правило, расстрел мирных невиновных людей, как правило, считается плохим событием. В современной этике и морали. Найдутся. Когда есть нормальным, считается? Найдутся. Поэтому я добавлю, как правило. Про тех же расстрел поляков, на самом деле, это аукнулось Советскому Союзу в конце войны, когда начали обсуждать то, что, слушайте, у нас там пленные поляки были. И вот из них было бы неплохо там поработать с ними и правительство сформировать. И тогда бы получалось, что поляки как бы вот за своими идут. У нас же есть поляки? У нас нет поляков. Но даже если хорошо, допустим, мы там можем дать какую-то оценку. Допустим, поляки были плохие. Они плохо содержали наших пленных во время там похода на Польшу. Своих этих, допустим, почему мы не можем обсуждать эти события на высоком уровне, на уровне историческом. Почему это событие должно быть выкинуто? Когда там к нам летел Качинский, и вот это Катынь там открывали, очень многие воспринимали это событие как национальный позор. Не то, что мы расстреляли, а то, что мы это обсуждаем. Ну, про расстрелы там было тоже, что вот, попробуй объяснить это родителям, у которых там педофил и ребенка. Попробуй объяснить родственникам Кравченко, которого расстреляли по делу Чикатило. Что, ну, извини, расстреляли не того. Ну, извините, у нас были благие намерения. Именно по этим причинам, да, мы отталкиваемся к простюю жизни. Надо было полу Ростова расстреливать, чтобы дойти до Чикатило. Кто где-нибудь попался бы Чикатило, я думаю. Современные западные этики, поэтому жизнь человека, как правило, считается самой высокой ценностью и оберегается. А убийства, тем более убийства невинных, которые не могут постоять за себя, еще большим, ну, не грехом, но нарушением, скажем так, очень мягонько. Ну, вот это, мне кажется, очень важно проговаривать. Алгарн, имей как бы в виду, что вот смотри, собственно, две этики важные есть. Если я считаю, что продажа зерна за золото, которое ведет к индустриализации, но при этом у тебя голодомор начинается плохо, ты считаешь, что вот по-другому нельзя. Я уверен, что таких, как Алгарн, много, которые вот цель оправдывает средства, видимо. Вот, собственно, в этом спор, вот в глобальном плане спор именно об этом идет, а не у украинцев, белорусах, видимо, и русских. То есть, это эти средства, которые, вот, например, сейчас использует Россия при объявлении независимости ДНР, ЛНР и дальнейшей возможной эскалации, стоит ли оно того? Вот и все. Там дальше было упомянуто про Ежова, я надеюсь, нет здесь пожелания перевалить на то, что это был все злой Ежов. А вот когда наша проигранца потом увидела это, Ежова-то за это самого наказали, потому что сколько человек было реабилитировано после убийства Ежова? Прямо сразу. Не потом, не при Хрущеве. Не знаю, сколько. Крайне мало. Про расстрелы и прочее. Там также упоминалось, что нацистская идеология запрещена, нацистская символика и так далее. На самом деле, каждый раз, когда мы думаем, нужно ли нам осуждать, допустим, события, произошедшие в Катыне, в принципе, где расстрела людей, которые пленные, которые безоружные, по причине того, что они якобы ведут агитационную работу против своих охранников, по сути. Это вменялось вину. Ну, извините, ребят, во многих странах коммунистическая идеология запрещена, в том числе, по этим причинам. Но это не суть сейчас. Там упоминалось про депортацию крымских татар. Как ты правильно ответил? Если у вас нет возможности везти людей, если вы ведете войну, если у вас очень-очень плохо с поездами, с прочим, не вези людей. Все очень просто. Посмотрите, сколько процентов населения погибло из депортированных крымских татар в первый год. Статистика, если я правильно помню на глазок, разнится от 20 до 46 процентов людей. Чего мы только про татар? Мы можем с тем же успехом и чеченцев вспомнить, которые, я уверен, во многом, вот это в 90-х, это аукнулось, та депортация. Это аукнулось, это все аукнулось. И вы думаете, что просто так чеченцы не с хрена такие думают? Поэтому я еще тоже подойду чуть-чуть попозже. То есть, в принципе, сама по себе идея, это была идея коллективной ответственности. И когда мы думаем, а плохо мы сделали или хорошо, а надо было или не надо было, ребят, депортация была признана преступной еще в Советском Союзе. Имейте совесть. И я еще добавлю, наверное, стоит это отметить. Вот мы сейчас говорим про все эти депортации и прочее, как будто это вина русских. Естественно, это вина советских людей, советского руководства. Я просто, мы это не проговариваем, вам, наверное, кажется, что мы так не считаем. Но когда в России современности это начинается оправдываться, вот это уже начинается вина России, понимаете? Советская идеология изначально вообще была идея интернациональности и т.д. И я, например, тоже, как и Путин, считаю, что развал Советского Союза геополитическая ошибка. Я просто не хотел коммунистической идеологии, но развал Советского Союза это ошибка. Но все показывает, что если бы мы остались, то это была бы реально какая-то гражданская война внутри. Сам по себе развал Советского Союза это уже была не ошибка, это уже была закономерность. Итог, да. Могло быть то, что к этому привело. Но это вне моей речи. Про голды, про засуху. Действительно. Голд, который были голдоморы, действительно была засуха. Если я правильно помню оценки погибших, по-моему, от голода от 2 до 8 миллионов. Даже если это будет завершено, не знаю, там в 10 раз, это все еще будут большие цифры. Если это было бы даже от 200 до 800 тысяч. Как так вышло? Советская империя, Российская империя была самым в лидерах по экспорту зерна. У нас было достаточное сельское хозяйство, чтобы обеспечивать самих себя. Даже голода. Голода случались и в Российской империи. Сравните цифры погибших тогда от голода. Сравните цифры погибших от голода в советское время. На одни, скажем так, факторы того, что плохая погода, списать нельзя. Правильно сказали то, что нужно было обменивать. Если по-простому, это называется обменяли людей на станки. То есть забрали зерно, зерно нужно продавать у людей. Зерна нету, отнимает больше, чем нужно. Людям натурально нечего есть. Потом это же отобранное зерно, часть него возвращали назад, пытаясь хоть как-то это все дело остановить. Было уже поздно. Индустриализацию зато мы провели. Да, я согласен с этим. Есть один момент. Мы не можем говорить, мог ли Советский Союз по-другому. Конечно, но мы можем посмотреть, как индустриализацию провели другие страны. И другим странам не пришлось убивать от 2 до 8 миллионов человек для проведения индустриализации. В некоторых странах, извините, козла странного не пришлось убить, чтобы индустриализацию провести. Ну, я вообще против смотреть на опыт других стран. И что, типа, ну, если в какие-то, знаешь, негров линчуют, да, как можно сказать, и что, поэтому мы можем у себя кого-нибудь линчевать. Это же, ну, я понимаю, что у тебя хороший пример, положительный. Вариантов, что других вариантов не было. Есть предпосылки считать, что если бы вошли другим путем, пошло бы легче. Мы не можем это поправить, но мы можем сделать из этого выводов сегодняшний днём. Что ещё? Мы действительно провели индустриализацию, чтобы готовиться там к войне. Напомню, что готовились мы к войне с Британией. Кстати, да. Все помнят Советско-британскую войну? Да, да, да. Кто помнит? Это конкретно 1927, 1926 или 1927 год, по-моему. Крестьяне саботировали хлебозаготовки в целях помочь Британии, которая готовится вторгнуться в Советский Союз. Кто-нибудь помнит Британско-советскую войну? Её не было. Зато мы активно торговали уже с нацистской Германией в своё время. Мы делали ещё некоторые не самые лучшие ходы. И опять-таки дальше я на всякий случай, пожалуй, промолчу. Но в голове держите, что это диалектика. Вот мы должны воевать с Британией будем. Британцы нам помогут. Если что, потом Вторую мировую. Американцы нам помогут. Две империалистические страны. Наши враги. А воевать мы будем с страной, которая на капиталистическую не похожа. Если хотите про это спорить, лучше не в рамках этого диалога, а отдельно. Как минимум там была ограничена предприятие не суть. И мы при этом торгуем со страной, которая на нас нападает, готовя защищаться от страны, которая нам в войну поможет. Такая вот диалектика. Мы закупались в Реймбергской републике, да? У нас было эмбарго. Напомните мне, откуда у нас танки и заводы. Станки и заводы были из США. И вкусное советское мороженое, кстати. Кто-то нам помогал еще во время голода. Ну, ребят, ну кто? Было эмбарго. Ну, это хитрое... Индустриализацию нам провели американцы наполовину. Это хитрое... Это диалектика называется. Это хитрое натовское... Ну, НАТО тогда еще не было, но они уже планировали создать НАТО, и поэтому думали, давайте мы... Допустим, опять-таки. Ладно, давай-давай, извини. Допустим, было эмбарго. Ну, действительно, там определенного рода конфронтации были, с этим сложно спорить. Они были вызваны, ну, просто так. То есть собрались Англия, Франция, США, крутанули колесо рулетки, и там выпал Молодой Советский Союз. И этого были предпосылки. Если у этого были предпосылки, возможно, мы могли с этим что-то поделать. Но нам было важнее нести мировую революцию. То есть это опять... Это можно каждой предпосылке ковырять назад, дальше, и найти плечи. Вчера Владимир Владимирович конкретно сказал, что США и англосаксы нас всегда ненавидели, и они всегда хотят, чтобы наша страна, ну, в случае, он про Россию говорит, не существовала, не была. Просто ненавидят с ничего, вот так. И это было всегда. И они всегда против нас что-то делают. Это, я понимаю, главная идея теперь национальная. Я сейчас вспомнить бы... У Айвазовского, по-моему, эта картина была с... Я попробую найти... Повозкой, на которой американский флаг, и которой люди еду везут. Голод тысяча... Ой, боже мой... 1891-1992 года. То есть, американцы нас от голода спасали за последние 150 лет, посчитайте, сколько раз. То, что Путин говорит, когда он первый раз скажет что-то честно, я удивлюсь. Про злых этих мы поняли. У всего есть предпосылки, если ковырять назад. Есть желание это делать или нет? Это уже другой вопрос. И вот тут мы, на самом деле, переходим на тему, что вот современные националисты вот сейчас хвалят на Украине Бандеру. Опустим, сколько человек его хвалит, сколько не хвалят. Опустим, кто его за что хвалит, сколько человек хвалит его за то, что он отстаивал независимость Украины. Сколько человек его хвалит за то, что он при этом был пацизским пособником. Вот за это я его хвалил. Скорее всего, у этих двух категорий будет разное количество сторонников. Но как так вышло? Мы с момента распада Советского Союза, сколько уже прошло? 32 года, да, примерно? Ну, грубо. Как так вышло, что националистические настроения все еще сильны? У этого есть предпосылки. Мы можем с ними разбираться, мы можем оставлять их на самотек. Если мы оставим на самотек, ребята, найдутся те, кто Басаева будут хвалить. Потому что убивал русских. Найдутся. Если мы будем так же продолжать гнать по тем же предпосылкам, пойдет еще дальше. Есть люди еще хуже. То, что националистические настроения антироссийские все еще сильны, это в том числе наша проблема. Это не вот мы все пытаемся сделать, но злые хохлы, вот назло нам не хотят, и все, не хотят любить Россию. А мы только добро. А они не хотят нас любить. Нашим внукам это нужно будет разгребать, если мы пробуем такими же темпами. В общем, просто считать, что у такого всего одна предпосылка, что твой оппонент злой. Да, я могу просто напомнить, что когда Советский Союз развалился, не было никаких подобных отношений. как раз ну, это со временем пришло, и в первую очередь с начала двухтысячных. То есть, это такая, то есть, не было такого, что украинцы всегда ненавидели русских щебу. Я могу сказать даже, что белорусы к русским нормально относились до августа 2020 года. пока зачем-то. Ну, у меня есть по этому поводу видео отдельно «Великая геополитика Владимира Владимировича», как он просто народы теряет, нифига. Я просто хочу тут постоянно Шалом Троцкий в чатике пишет, что типа не проводите знак равенства между правительством России и русскими. Вот это вот в очередной раз. Ребята, вы их выбирали, вы их терпите, поэтому любое правительство. Я могу точно так же, конечно, говорить, что не проводите равенства между Лукашенко и белорусами, но, к сожалению, этого урода мы сделали. Я должен здесь все-таки тоже частично ответить. Частично какая-то доля вины, разумеется, есть, проводить знак тожжества. Ну, вот смотри, часть людей действительно поддерживает. Ходили, выбирали, поддерживают курс партии. в моем глазах разделяют полную ответственность. Часть людей настроена оппозиционно, не голосует за него, не поддерживает его курс, активно пытается противостоять государственной пропаганде и в частях, когда она не права, иногда в частях, когда она права, все-таки хотите хорошую пропаганду, иногда придется ее щепоткой правды присыпать, иногда мы, как оппозиционеры, тоже нас заносят, бывает, это стоит признать. И вот меня в этом получается, что я понимаю, позиция не оппозиция, в данном случае мы не в состоянии сейчас изменить курс в стране. страна, по сути, захвачена. У нас не работает ни один государственный демократический институт. У меня более конкретный вопрос. Вот смотри, сейчас по оценкам 150 тысяч солдат стоят вокруг Украины, в ДНР, ЛНР. Тут вопрос не в оппозиции, не оппозиции. Если поступит приказ, сколько из этих солдат возьмут автомат и скажут идите в жопу, я домой. Вот это важный вопрос. Скорее всего на уровне погрешности, но это 150 тысяч и человек и подобраны изначально. То есть это в моем понимании контрактники, которым глубоко плевать в кого стрелять. В ряде случаев такие есть. Это те, кто будет разделять курс партии и действительно будет уверен, что он несет благо, что он освобождает ЛНР ДНР. Это те, кто в принципе понимает, что он делает, но готов пойти со своей совестью на сделку. Человек, ну то есть какого-то массового обычного призыва, сейчас там всеобщей мобилизации не будет, потому что ну вот я призывного возраста, если меня отправят по поездке на фронт, это вызовет у меня достаточно бурю эмоций, а дальше говорить я не буду в соответствии с российским законодательством. Так что примерно вот так выглядит ситуация в данный момент. Вроде бы мы должны нести ответственность какую-то, частично должны, как минимум. Ну мы разделяем ли мы полностью, ну каждый отдельный человек грубо говоря боится оказаться шваброй в заднице. Что как показывают новости, у нас вообще не проблемы и никакого скажем так наказания за это не будет. Ну люди запуганы, да. Окей, еще что-то есть добавить? Может у вас есть вопросы, ребят? Ну у нас вот запрос еще только один у Павло есть видимо на на выступление и Алгарн. Давайте сейчас Алгарна послушаем. А уже опять запросы пошли, повалили. Ладно, спасибо, привет. Давайте не знаю, я предлагаю просто Алгарна эти кинул запросы, давайте просто уже кратенько за какой-то просто каждый выскажет какой-то итог, какой он с этой беседой вынес, и будем закругляться. Алгарн, твой ход. Да, господа, спасибо, что, как говорится, я, я, можно так нескромно сказать, инициировал эту дискуссию, Алексей, можно так сказать? Можно присвоить? Скажи. Сказал. Благодарен всем оппонентам, контрагентам и контр, как это называется, я, честно говоря, уже поплыл, чуть-чуть устал, вот, потому что я слушал, 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 вот, и понял, что потихонечку мы скатываемся все-таки от предыдущего запроса о исторической хронике периода Великотеческой и до Великотечественной, до, ну, реалий. Не, ну, давай, подожди, давай, я просто скажу, что изначально твой посыл был, типа, почему мы, конкретно ты ко мне обращался, почему я поддерживаю сейчас украинцев, если мы вспомним... Леш, я понял, понял, я отвечу, я посчитал в диалоге, который ввелся письменно в том, что ты оправдываешь, оправдываешь, скажем так, преступления, которые были совершены определенной группой лиц под определенной диалогией. Я так посчитал, поэтому, чтобы, скажем, более четко проговорить эти все темы, я положил на дискуссию аудио. Но у тебя же изначальный посыл, что, типа, нормально, что туда входят войска, потому что там у тебя знакомый, который устал быть под бомбардировками, пора разобраться с бендерсами. Разве не так было? Нет, стоп. Не, скажи. Я тебе передал позицию человека, моего родственника, который там живет на основании чьего опыта, который продолжается определенное количество лет, если честно, надо сказать, восемь, о той ситуации, которая там происходит, на месте, которая непосредственно влияет на его существование тиражей, и его реакцию, его реакцию, как, скажем так, не реактор, как у вещества, который агент, ну или как-то не знаю. Это катализатор. В чате с нами он разговаривал или ты в итоге? В чате я представлял, представлял позицию этого человека, так же подачин, нет, я отражал свою позицию, стоп, отражал свою позицию, в том числе основываясь на позиции того человека, который непосредственно, непосредственно, который вот в этом всем, этом самом, если быть точным, человек живет в красном луче. Хорошо, скажи, пожалуйста, вот теперь свою позицию, просто ты можешь сейчас сказать свою позицию по сегодняшним, по вчерашним событиям, по вчерашним. На самом деле это провокационная вещь, которую ты сейчас мне зашли, но я на ее отвечу, потому что ты мне сейчас как вот, не знаю, кому там, Нарышкину вчера там, или Нарышкину, потом сказал, Путин сказал, ты так скажи прямо, что ты хочешь, и тут с пугу сказал, хорошо, давай присоединять, даже не просто вот, это самое, давай присоединять, не помню, кто там на совмете, на совмете. Но мы поняли о чем-то. Вот. Вот. Так вот, моя позиция, как гражданина Российской Федерации, как, скажем так, человека, который основывается на ощущениях и опыте человека, который непосредственно там учитывается, то, что войска, вошедшие туда, приведут стабильность, потому что, потому что, это не факт того, что дальнейший будет именно захват. Потому что, объясняю свою позицию, безнаказанность возможности действий порождает действие. Перевожу на русский с формального. Если ты можешь себе что-то позволить, большой соблазн это позволить. И если есть возможность, скажем так, обстреливать, гнобить, лишать чего-то. Я не, я говорю, я очень сильно сейчас гущаю краски, чтобы просто контраст вы подумали, поуслышал. Так вот. Если вы можете себе позволить, вы на 90% выполните это. Но если вы будете знать, что возмездие неотвратимо, вы подумаете о том, что что-либо противоположное. На протяжении восьми лет были минские соглашения, не я их подписывал. Его подписывал Порошенко. Минские соглашения неоднократно, неоднократно предлагались в широком общественности для публикации. Они закреплены даже не России, Белоруссии и всем остальным. Они закреплены в сессии ООН. Это ООН поимеет? То есть легенетизировано? Ну так в итоге минские соглашения получается Россия нарушила? Лех. Россия не является стороной конфликта. Она была гарантом соблюдения. Точнее, человек, который... То есть гарант не выполнил гарантии? Гарант сейчас выполняет гарантии. Признав независимость ДНР и ЛНР? Это так в минских соглашениях прописано? Тихо-тихо-тихо-тих. Объясняю. Объясняю. Каждая позиция любой страны является юридическим аспектом. Чтобы соблюсти определенные юридические аспекты, необходимо предпринять определенные юридические шаги. Это казуистика. Казуистика. Для того, чтобы войти на территорию чужого государства нужно иметь юридические основания, которые хоть как-то более-менее отражают то совершенно верно. Международное право, которое, кстати, говорят те же самые американцы, им плевать. прилетели вон в этот Сулеймани, блин, вышел бы, давай грохнем, давай грохнем, а что так? Не нравится. Давай, ну давай. Израиль. Блин, а что эти строят? Да, блин, давай грохнем, давай грохнем. Прилетели, грохнули. Хочется? Сделали. Ну, как из Скрипалей, Объяснить. Слушай, Леха, эти прескловутые Скрипалей, это притча вы языцах. Там этот Солсбери, извините меня, ты забываешь, что это за территория, Леха. Не, ну просто я тебя слушаю, ты говоришь, все плохие, а мы хорошие. Тихо, тихо, тихо. Так ты же сам начинаешь перечислять какие-то вещи, ты меня заставляешь отвечать на твои вещи, которые не связаны с нашей темой. Я заставляю тебя защищать свою позицию, и это нормально. Да ты, то есть, при чем тут Сулеймани тогда вообще, при чем тут эти другие, ты начинаешь что-то наваливать. Я считываю, что Россия сейчас применяет так называемую технику по легимитизации своих действий, основанную на юридическом международном праве. Не ломать через колено, а хоть как-то более-менее привести. Да, это через, как говорится, шито белыми нитками. Да, их действительно пригласили, но действительно в Минске соглашения были заключены. И я, к сожалению, ну вынужден, Павло, вот я вот уважаю позицию человека живущего и даже позицию по историческим аспектам определенных исторических личностей. Вот. Даже с определенной диалогией. Потому что, как человека, как оппонента, как это самое, да просто вот комьюнити уважаю. но, но, если мы будем как кистень использовать свои действия, это будет кистень, но если вы будете аргументировать свои действия, это будет аргументировать. Минские соглашения заключались с республиками ДНР, ЛНР. Почитайте, пожалуйста. Я читал. Да, там было прописано особый территорий республики в составе Украины, бля-бля-бля-бля-бля. И дальше идет перечисление, что должны кто-чего выполнять. Последовательность выполнения была зафиксирована. Это не было, как вот говорят сейчас, меню. Вот это вот не нравится, вот это нравится, вот это я выполнил, вот это не выполнил. Нет. Там была четкая последовательность действия. Поэтому. Ну, так почему Россия не настаивала на этой последовательности, а вводит, сейчас объявляет независимость и вводит в войска. Хорошо. Хорошо, смотри. Выглядит как дипломатический проигрыш России. Основной посыл всей этой казус Бейля начался еще в 2014 году и он начался даже не до... Ой, ладно, слушай, давай, я понял, сейчас будет долго. Давай, смотри, я просто просил быстро подвести итог. Хорошо, итог. Подожди, подожди, прежде чем ты подведешь... Леш, нет, прежде чем ты ответишь, я хочу зачитать твое сообщение, с которого все началось. Если я буду неправильно зачитывать, поправь меня. Господа, вы вот все про земли, все про редкоземельные, а у меня там родственник живет. Так что вы все про людей забыли. Они заебались под обстрелами 8 лет жить. Так что все разговоры в топку. Людям просто надоело играть в самостийность, особенно когда в нее за их счет бандеровская мразь жирует. Хотя бандеровская, а не бандеровская. И не надо мне про политкорректность. Особенно... И не надо мне про политкорректность. Особенно вам, белорусам, нужно помнить про хатынь. Ну ты хатынь, ну ошибся, хатынь. И еще про несколько десятков сел, которые карательные отряды вот таких гарных хлопцев пожгло и во время войны и после. У меня бабушка в гарнизоне во Львове стояла в 45-м. И сколько было по рации тревожных вызовов, а приезжали, а там хаты спаленные и жители в сарайчике в виде головешек. Причем там были в основном старики, бабы и дети, так как после войны мужиков не осталось. Так что хотите играть в толерантность, топку. Ну, собственно, ты про этих рассказывал, про бабушку это все рассказал. Но посыл этого сообщения в том, что надо если я неправильно понимаю, то поправь, надо сейчас приструнять бандеровцев в Украине, потому что это же было во время Второй мировой после нее. Верно я интерпретировал? Я отвечу четко. Давай. Мой посыл основывается на том, что я за приструнение сил, активно воздействующих с помощью смертоносного оружия, преследующая националистическую идеологию на территории современной Украины. Так, это понятно. Да, вот это понятно. Теперь, кто конкретно эти силы? Назови их. Я считаю, что конкретные силы, к которым относятся особенно националистические нацбатальоны, такие как Айдар, такие как Азов и Торнадо, кстати, который был, кстати, самое смешное, самими украинцами расформирован, которых привлекли. Действительно, были... ты ни в сторону не отходи, подожди, вот ты перечисляешь. Так, а дальше, а дальше идет, ну что у нас идет, это вот, а так, кстати, еще и эти самые красно-черные. А дальше, действительно, войска, ВСУ, которые, кому пострелять, кому еще что. Ну просто, блин, безнаказанность, можно, власть-то спишет, все хорошо, я же выполняю свой долг, и куда он стреляет, он стреляет, по кому. ладно, ты опять начинаешь... А я позиционирую свою позицию. Вот, вот сейчас, нет, вот твоя, вот сейчас мы услышали конкретную позицию, и... Мне за нее не стыдно, ребят, если вы после этого исключаетесь из комьюнити, да ради бога. То есть, я честно вышел, я честно вышел на диалог, я честно выразил свою позицию. Ну и то, что люди тебе в ответ говорили, ты это послушал, но это тебя не убедило никак. Ты будешь смеяться, но я опять же таки говорю, что оппонентами я не считаю здесь прям вот врагами тех комьюнити, которые... Тебя не про врагов спрашивают, тебя и я тебе говорят... Любой человек для меня врагом, который нарушает общечеловеческий закон. Но, к сожалению, трактовку общечеловеческих ценностей, законов такова, что всегда будет ущемленный с одной стороны и ущемляющий с другой стороны. Причем, когда ущемляющего начинает тоже щемить, он тоже говорит, а меня-то за что? Это сказка про белого бычка. Это постоянно будет одно за другое цепляться. Всегда будет пострадавший в конце. Всегда. Так вот, я больше чем уверен, что захвата полной территории Украины не будет. Будет просто здесь, по крайней мере, сейчас разграничение вдоль той линии соприкосновения, которая сейчас на территории, будет дальше контроль территории для предотвращения вылазки ДРГ и каких-либо подрывных действий в прямом смысле этого слова. Контроль территории предотвращения ДРГ. А дальше, дальше будет просто вестись диалог, да, диалог на с точки, ну, как он, блин, господи, как это? Лавров у нас кто? Министр иностранных дел. МИД, короче говоря, со стороны МИДа, да, но будет использоваться позиция силы, потому что позиция силы, когда вот просто увещевают территорию, ребят, ну, 8 лет они пытаются что-то там договориться, те же самые даже этих самых, обмен пленных, 74 человека числятся сейчас, вот, для обмена. все, все, ты опять начинаешь в сторону, все, поняли твою позицию. Я опять говорю, не пытаюсь с кем-либо поссориться, но у меня есть позиция, я свою позицию, ну, к сожалению, прорвалась. Ты что-то услышал из тех, что тебе оппоненты говорили, хоть что-то ты, ну, я не знаю, принял к сведению хотя бы. Очень тяжело беседовать с оппонентами, которые начинают размазывать мою позицию на составляющие. Ну, ты хотя бы, я тебе со своей стороны скажу, ты хотя бы понимаешь, что есть много людей, которые не готовы, например, голодать ради того, чтобы купить станки. Просто вот в таком ключе, я тебе скажу. Ты понимаешь, что таких очень много, и они не хотят в таком участвовать? люди, которые все, вот все погибшие даже люди, это жертвы, и они, это не просто мы их убили, к сожалению, это жертвы обстоятельств, и они совершили подвиг. К сожалению, против своей воли, они, может быть, и не хотели, но это просто общий гражданский подвиг. Это либо ты герой, либо, блин, просто сдохнешь. Я вот тебе один вопрос задаю, ты отвечаешь на какие-то свои вопросы, у меня вот такое ощущение. Вот честно, я вот одно тебе говорю, ты начинаешь... Я услышал. Вот ты понимаешь, вот есть... Я услышал мнение своих контрагентов, я услышал, но некоторые вещи, некоторые вещи... Я понял, ты... Не поколебали мое видение до настоящего вопроса. Все, мы поняли, отлично. Так, следующее давайте, Павло теперь со своей стороны итог подведет. Мне нравится такой полуанекдот, русского спрашивают, почему ты ненавидишь бандеровцев? Так они же русских убивали. А где они русских убивали? На Западной Украине. А что там русские делают? Пришли бандеровцев убивать. Такой полуанекдот, да? По поводу голодомор, да или нет, индустриализация, это вынужденные меры, а нельзя было продавать железо, лес, нефть, газ. Этого нельзя было продавать. Нужно было именно хлеб отбирать у людей, и чтобы люди умирали. Это такое. Там же сказали, что было эмбарго, да, кое-что нельзя было продавать. Так и было, да. Я не уверен точно, что именно, но да, вот были такие проблемы. Окей, но Вермейстская Республика, которая продавала технологии, Вермейстская Республика повстала на руинах Германии, после Первой мировой войны. то есть и там была война, и там была война. Вермейстская Республика почему-то смогла, а Россия, империя почему-то не смогла. Как-то не клеится здесь. Не понял, что не смогла, что смогла. Вермейстская Республика... Развиваться, развиваться нормально, без миллионов жертв. На самом деле, Вермейстская Республика в итоге тоже не смогла, и поэтому пришел Гитлер к власти. Там тоже были огромные инфляции и прочее. А в Союзе не было проблем. В Союзе было все... Тоже были проблемы. Теперь по поводу наболелшего и сегодняшнего. Вот признание ДНР и ЛНР. Вот вы и правда считаете, что Ниндзайского там населения и осталось в ДНР и ЛНР умовно говоря миллион. Людей может 8 лет воевать против 40-миллионной страны без внешней поддержки, без того, что Россия поставляет оружие и деньги. Но это смешно. Фактически ДНР и ЛНР были признаны Россией уже давно. Сейчас это подписал Путин на бумажке, причем Путин подписал ДНР и ЛНР не по линии разграничения, которые есть сейчас, а в границах областей. То есть ЛНР и ДНР претендуют еще на украинские земли. Это может и сейчас они могут пойти в наступ. Это будет масштабная война, в которую придутся многие. Да, именно так. Но я тебя поправлю. Именно минские соглашения, после минских соглашений можно считать, что войны-то никакой и не было. И ты говоришь без поддержки России. В этом плане даже возможно сказать, что Россия правомерно помогала НЛР и ДНР в том плане, что она гарант выполнения минских соглашений. То есть если бы, например, Украина напала на ДНР и ЛНР, Россия вполне могла честно им помогать, грубо говоря. Окей, но на них никто не нападает. Это мы знаем. А тут вот видишь, изобразили, что какие-то взрывы, что ладно, это еще так топорно было сделано. Ладно, мы это не обсуждаем. Я иногда смотрю новости от и российских новостей, и новости ДНР и ЛНР. И вот из последнего вечера передают по центральному телевидению ДНР, что спецназ МГБ уничтожил диверсионную группу украинцев, хунты военные, которая пришла вот здесь в Донецке теракты устраивать. И показывают дом, как этот спецназ нападает, как они с БМП этот дом расстреливают. И потом на другой день этот же дом показывают, как будто это украинская хунта обстреляла мирных жителей. «Ребята, вы немного забрались, пора и чести знать». «Ладно, ты скажи, мы опять пропаганду ведем, в итоге ты оппонентов услышал, ты понимаешь? я понимаю, что в России есть люди, которые могут трезво мыслить, а есть которые стоят на своем и ничего им не докажешь». Для тебя трезво это, которые считают, что это вторжение в Украину, а нетрезво это, которые что это… Нет, даже не так. Вот те тезисы, которые звучали от PGG «Привет», о том, что нужно думать головой, прежде чем что-то говорить, и нужно было сказано, что правда у каждого своя, нет, правда может быть только одна, и на то оно и правда. То есть не нужно манипулировать историей и на вот этих манипуляциях делать что-то сейчас, чтобы было как бы вот лучше, но нет. В России уже все радужно, кисельные реки, кисельные берега, молочные реки, уже все проблемы вырешены и осталось только что там в Украине, русскоязычных Украине притесняют, да никто их здесь не притесняет, им так же нормально живется, как и украинцам, как и у нас на Закарпатье 40% говорит по-угорски, украинского языка даже не понимают. Это я переведу по-венгерски, чтобы народ понял. Да, 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 по-венгерски. То есть нет никакого притеснения, но вот Путин сказал, что притесняют народ русскоязычный, и вот мы пришли вас защищать. Русскоязычные стоят там на фронте с автоматами и говорят, что вот мы здесь костьми ляжем, но не дадим, чтобы они пошли дальше. Ну, чтобы бандеровцы не мучили народ. Ладно, спасибо, Павло. Давайте, вот я не знаю, Илья Стеблин по-моему ничего не говорил вообще или выступал, я его чуть не помню. Илья? Так, я вот только не вижу тут, не вижу, чтобы Илья тут в списке был у нас слушающих русских. Ладно, давайте тогда Феонора послушаем, раз Илья не приходит. А, нет, вот Илья тут есть вроде. Илья, Феонор, кто-нибудь из вас? Так, видимо, нет. Ну, давай-то приветом закончим. Ну, я закончу тут. На самом деле, сколько дней прошло с момента новости о признании? Два дня, три. То есть, вчера это произошло? У меня два-три дня ощущения просто какой-то невероятный тяж. Это вчера произошло? Вот ощущение, знаешь, как будто уже сколько это все тянешь. То есть, тут все непросто. Как сказал вот Алгард, да, там, что, если есть ощущение безнаказанности, человек воспользуется. У меня ощущение, что человек своей безнаказанностью пользуется, только отвечать за эту безнаказанность будет не он. Отвечать за эту безнаказанность буду я или мои дети. Меня здесь заводить детей. На самом деле, страшновато. Есть ощущение, как бы это все сейчас подытожить, что люди как будто забыли своих же родных и близких. потому что мы это проходили, ребята, это называлось Чечня. По-другому она тогда называлась Ичкерия. Мы буквально проходили подобный конфликт. Мы позиции КЛНР буквально открестились от вот этих потерь, которые у нас были в Чечне. Ладно, допустим, можно сказать, что это разные конфликты. Было бы желание найти разницу в этих конфликтах можно, и после этого можно сказать, что в принципе это другое, а потому с морально-этической точки все хорошо. Допустим, посмотрим в будущее. Внезапно у нас в Хабаровске появляются вежливые китайские люди. Они внезапно проводят референдум. Хабаровск отделяется, пользует их, образует Хабаровскую Народную Республику. Буквально такой же сценарий. У нас да, вроде бы как есть ядерное оружие и так далее, но конфликт с Китаем представьте, как будет выглядеть. Есть очень простой способ дать чему-то моральную оценку. Вы меняете позиции местами. Если вы поменяли позиции местами и вам перестало нравиться то, что происходит, значит, скорее всего, и в обратной ситуации тоже плохо. то, что это приходится объяснять, это для меня какая-то вопиющая дикость. И то, что мы в 21 веке, почти четверть века прошла, обсуждаем нормальный ли это идея, когда человек глава государства по телевидению фактически угрожает другому государству, говоря, что вы хотели декоммунизации, и мы вам ее устроим. Когда у нас есть предпосылки к тому, чтобы мы ввели войска и отжали территории дополнительно под предлогом защиты от геноцида, которого почему-то не происходит, допустим, в Харькове. Я, может, пропустил новость о том, как там русских режут за последние 8 лет, но как-то без Харьковской народной республики вроде бы обошлось. Для меня это дико. Как-то исправлять? Я понятия не имею. На этом все. Алло. Леш, тебя не слышно. ... А, да, вот сейчас, сейчас, наверное, слышно, да? давайте заканчивать на этом. Скажу, что я это все записывал и выложу не на игровом канале, а на моем общем. В сообщество, наверное, кинул ссылку, как слушатели тоже, такой подкаст получился, общение. Я могу сказать, что, конечно, тут я с приветом согласен, даже находясь в США, это все очень тягостное впечатление, честно говоря, просто, скажу так, охуевал, когда слушал Путина вчера. Ну, во-первых, это точно была речь не о признании ДНР, ЛНР, а была речь о непризнании Украины, о непризнании ее права на существование вообще, то есть, там, не знаю, сколько он говорил, там все рассказывалось, насколько это нереально, несуществование, существующая страна, и было, вот знаете, все, такое было ощущение, что он в конце скажет, что мы просто решили присоединить Украину к России, а не о признании ДНР, ЛНР, такая вишенка на торте в конце была очень странная, и Алгарн считает, что дальше ничего не пойдет, у меня нету других никаких, как как стратег, я тогда не понимаю, зачем надо было признавать ДНР, ЛНР и вводить туда кучу войск, ну, для меня, как стратега, это очевидно создание плацдарма, размещение на выгодных позициях, тем более, что она так вот вглубь украинской территории входит, откуда вполне может начаться наступление, причем я считаю, что это процентов 80, наверное, такое ощущение, я просто других не вижу причин, зачем это надо было делать, для чего, как правильно говорили, и до этого ЛНР и ДНР была в сфере влияния России, очевидно, что там и до этого были войска где-то как-то расположены, но не в таком количестве, но их было достаточно для того, чтобы защитить, если Украина действительно вдруг решила бы нападать на ДНР и ЛНР, поэтому апеллировать тем более к тому, что происходило во время Второй мировой войны, как я и говорил, все эти коллаборационисты в основном были наказаны, те, кто реально сжигал деревни, и я уже молчу о том, что почему я должен, например, больше ненавидеть украинцев, а не немцев, у меня, например, родственников немцы убивали, а не украинцы, но тем не менее, если мы хотим как люди дальше жить, то следующие поколения должны помнить об уроках истории, но друг с другом общаться на равных и быть ну на одном уровне, что ли, как-то по-другому сказать, поэтому мне просто видеть, это просто я не понимаю, как получается, что украинцы и русские на пороге войны, я вообще не понимаю, как это такое произошло, каким образом мы дошли до такого, что мы на полном серьезе обсуждаем войну России и Украины, как это произошло, что мы сделали не так, где мы, в каком месте мы что-то неправильно сделали, это в сравнении с этим этот усатый белорусский диктатор это просто дитё, в сравнении с тем, что сейчас может произойти, и это настолько нас разделит на многие годы вперёд, на мою жизнь точно это разделит нас, то есть мы должны сделать всё, чтобы вот этого, что сейчас может произойти, не произошло, поэтому я надеюсь, что все участники нынешнего разговора, и кто нас слушал, как-то не знаю, какие выводы сделают для себя, вот это тоже сложно, знаете, сложно говорить, а что надо сделать, вот мы тут конечно пообсуждали, а что сделать, что сделать, как вот произойдёт, если Россия вводит войска, то очевидно украинцы будут отвечать, судя по тому, что пишется, там Украина практически вся вооружена, и у всех есть и дома оружие, то есть это партизанская война, ну это как Чечня будет, действительно, только в таких масштабах просто неимоверных, в общем, всё это тяжело, я просто надеюсь, что какие-то люди, которые принимают решение что-то изменят в своём поведении, но это видимо только осталось верить и ждать, видимо, ну всё, на этом всё, спасибо, что участвовали, всем пока, спасибо, 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 Продолжение следует...